Девушки отдыхают 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 Как? Спина пока видишь, еще без компьютера, только с маленькой камерой хожу. Ну и тут бывает он некоторые пропускает. Вы не думайте, что один интересный. Да я ничего не думаю. Мне просто сказал Барган, это самый надежный. Ну он не дежный, но все равно. Я изучал. Ну, естественно. И на старуху убрал. Что, ты тоже будешь? Будешь рассказывать? Да. Так еще есть время, давай. Ну да, конечно. Тебе доска нужна? Юрий Степанович, можно пока до начала лекции Рафаил? Готов. Да. Мы приехали далеко. Да, с нами будет, чтобы я... Я занимаюсь теми вопросами, все понимаете, все понимаете. Да. История, это не мгновение, это и тема у нас с вами немножко разная. Даже я бы сказал бы, намного разная. Да, и... Ну, я проникся в это... Ну, как бы назвать меня самородком, я... Сильно. Давай так, мы опять уходим. Итак, что мы сейчас будем обсуждать? Я хочу вам рассказать за устройство, которое тема вы коснулись. Какое? О чем? Это преобразователь электромагнитных полей в шаровую молнию. А, давайте. Это я знаю. А если наоборот, то есть... Ну, то есть получение шаровой молнии. Получение шаровой молнии. Основа именно тех, которые там не пропали и систему, которую вы открыли. Но сразу скажу вам, что вы открыли только половину. Я понимаю, это Никон и сделал. Вторая половинка вам неизвестна. Вот эту вторую половинку я хочу открыть. У меня целая получалась шаровой молнии. Да. Потому что система периодичности, которую вы открыли, это лишь есть основа, как бы направление. Хорошо. Как бы, ну, можно так сказать, чистый лист с клеточками. Вот на этом чистом листу с клеточками должна появиться форма. Да. И вот эту вот форму я хочу вам объяснить, как она возникает. Я не буду углубляться в историю с самого начала, поэтому сразу я начну от самой схемы, да? Конечно, да. Сейчас немножко пустим, потому что я нарисую это. Немножко так-то долго рисовать. Добрать не надо. Ничего страшного. Рисуй, рисуй. Надо рисовать. Мы еще говорили, наверное, на нашей школе, там, в школе, там, в школе, там, в школе, там, в школе. То есть, чтобы ввести вормишку, уничтожить наше знание, а вверхнуть все религиозные состояния, было это реформа. Так, Шар, расскажи, как это происходит. Нет, я не верну. Я общался с этим, не парень, не с Круневичем, не с Кребовым, а именно непосредственно. Ну, понятно. Идея ясна, вы добавляете еще по одному. Вы открыли только вторые части. Вы открыли цифру 2. Я же вам показывал и 2, и 1. Ну, 3. Ну, я все понял. Я и говорю, вы добавили, но чего вы дали. То есть, система пирамиды, пирамиды. Что такое? Пирамиды, это ад импир. Ну, да, но это понятно вам, и понятно близкому окружению вашему. Но простому обывателю непонятно. Как бы объяснить людям так, чтобы можно было бы понятно на простом, ну, как бы так сказать, на пальцах, да, чтобы было проще понять. Ну, хорошо, хорошо. Система, идеальная система, работающая система, чтобы получить из нее энергию, она 12, значит, 12 числа. Это основа, фундамент вообще нашего сущего возникновения жизни. Можно проще так сказать. Ты считаешь не 2, а 12? Система, это переход, она имеет цифру 12. Вот, нет других цифр, как бы. Вот мы на системе живем, да, на простой системе. Она десятизначная у нас. А вообще счет идет реально настоящий, 12. То есть вы как бы перепрыгнули. Вы знаете 0 и 2, а единичку вы пропустили. То есть вы не знаете. Ну, как выглядит единичка? Вы знаете? Вы знаете только, как выглядит 2. Почему? А почему единичка? Потому что система, которую вы показываете, это двоичность. Нет, а вот это вот один отдельный, каждый, это что-то не единичка? Нет, это называется, вот этот рисунок называется погрешность. Ну, проще вот так вот вот говорят, да, если посмотреть по телевизору. Хорошо, тогда что вы считаете единицей? Единицу я вам сейчас покажу. Ну, единица, она не просто выиграет. Она не может быть единичка, не может быть без двоички. Ну, давай новый, без разницы. То есть я покажу вам сейчас. В чем суть, да, двойки, в чем суть, смотрите вот сюда, да. Вот если мы проведем вот это вот мнение, да, мы увидим, вот. Здесь вот раз, два, три, четыре у нас пойдет. Четыре. Не хватало. Вот здесь вот так мы идем. Раз, два, три. Всего три. Ну, ну, объем одинаковый, веса одинаковый, вес у них одинаковый. Координаты немножко разные. Суть в том, что, когда мы объясняем то, что вот что мы берем за мной, ну, точка, да. Ну, как выглядит эта точка, откуда вам вызывается? Как, откуда? Ноль, точка отсчета. Первая, давай, условно, да, нет, давай, не условно. Мы вот это говорим, ноль. Вначале она условно. Нет, точка отсчета. Первое значение, это ноля, ноль. Ноль, точка отсчета. Второй ноль. Что означает? Ноль, переход. А, чтобы камера видела? Сейчас, переход на новую систему. Новую систему. И третье значение ноля, это, значит, точка отсчета, переход на новую систему. Третье, это объединяющиеся. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Это получение новой единицы отсчета. Все, три параметра. Чего? Как только мы это говорим. Итак, я хочу пообъяснить вам, да, субтитры, то, что вы видите, да? Вы видите вот это, вот это вот считается ноль. Не, но, подождите, вот смотрите, я хочу вам объяснить, вот это равное толщине вот этого. Нет, пока есть челесообразная. Если мы посмотрим, здесь вот такой вот нюанс, нужно понять, то что толщина вот этого, это есть диаметр этого. А, значит, так, все, я понял. Давайте так. Вы откуда родом-то, из Москвы? Я из Москвы. Нет, я Дальневосточник. Дальневосточник. Гранжан. Вот. У меня есть один хороший знакомый, он живет у вас там. Я знаю, Фишман Сергей Борисович. Нет. Нет? Нет. Валера Кулеша. Чего? Вот я вам сегодня покажу его работу одну интересную, сейчас он его подправит. И вот он как раз дал не то, он расписал Солнечную систему. Подождите, вот ошибка в чем человечество в том, то что человечество берет масштаб начальный именно с того, то что он видит сейчас, то что получил. И наша наука пошла сразу от счета десятичных, хотя в начале было двенадцати значная численность. Сейчас же она идет десятичная, это для нас как бы удобно и проще. Не скажу. Метр мы там взяли, да, скорость средства мы взяли. Ну как бы там просто. Ну вот я тебе объясняю тогда, счет русов, знаешь? Не пошла ошибка. Подожди, подожди, счет русов, знаешь? Нет. Нет, в этом все беда. Счет русов заключается, что ноль целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, путовичок, пятичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. Тихо, 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 тихо. Вот она не будет. Так вот, в этом счете никакая система СИ не нужна. Этот счет считает вес, плотность, объем, что еще? То, что необходимо, чтобы выразить вещество. А то, что нам притащили МКС, ЦГСЕ, СИ, это система нерабочая. Это просто нам навязывает. Все по-согласен. Это нам навязывает. И мы говорим, что мы это делали. Мы этого не принимали в нашу систему обрезования мозгов и ввели в систему усилий. Только с одной целью, чтобы мы не могли решать вопросы космоса. Вот, вот, чтобы мы не смогли уйти. Конечно, нас просто, как говорят, опускали. Или, наоборот, мы, проще так сказать, ограничили. Нет. Нет, нам, это самое главное, они не просто нас ограничили. Они нам не дают в систему развития. Они у нас ее убрали. Поэтому мы, как говорится, все их путают. И я всем говорю. Вот, посмотрите, какой простой вопрос. Нам говорят, что слово сумма и знак есть такой, знаешь, да? Они вдруг поменяли на слово сложение. А теперь вопрос. Корень слова несет смысл? Конечно. Конечно. Они его поменяли. То у нас была сумма, теперь у нас корень ложь. И нам утверждают, что это одно и то же действие. Ну нет, это абсолютно разно. Ну вот. Вот на этом построена вся ложная наука. То есть нам подменили. Дальше, как только они ввели сложение, они нам говорят, мы нас будем учить от простого к ложному. Люди глотают. Вот беда в чем. Глотают на каждом шагу и потом говорят. А сложение 2 плюс 2 плюс 2 можно еще выразить, как умножение. Смотри, от суммы они уже перешли. А есть формальная логика. Она проверяет очень просто. Если А равно Б. А Б равно С. Стало бы Ти А равно С. Тогда берем и проверяем. Сумма равна сложению. Сложение равно умножению. А умножение по определению является возведением степени. Таким образом, сумма и возведение степени от вывода – вот до чего вы академики довели. Давайте мы перейдем к самой сути того вопроса, с которым я себе пришел к вам. И когда мы начинаем строить новые системы, я ведь не против. Но для того, чтобы ты показал мне свою систему, вот моя система, подтверждай все экспериментально. Когда мы говорим о нашей, она называется какая? Русская православная. Русская. А когда мы говорим о Рыбникове, это автор. То есть так принято. Поэтому, когда мне говорят, вот в твоей системе, я не отрицаю. Но я говорю, я только автор. А систему эту сделали наши предки. Много миллионов лет, но я. Тысяча. Вы первоскрыватель. Я восстановил то, что было. И когда я ее восстановил, я вот не случайно вам сейчас это покажу. Вот сегодня даже академия из этого. Не наладил еще? На почту выйди, на мою. Почту я сейчас покажу. Мне приходит уже бумага. Значит, в Австралии ученые на базе квантовой механики построили, сфотографировали модель атома. Сфотографировали они модель атома. Что интересно. Один к одному мою. И говорят, что они ее сфотографировали. Причем говорят, электроны они обнаружили, но. Они квантовые, но их обнаружили в виде облака. Это как? Ну, это как объясняется? Нет, нет, ты как можешь объяснить? Облако, а там квантовые электроны, а ты только облако видишь. Да не увидишь. Ну вот, вот так врут ученые. И на базе шагу. Открыл? Почет открыл. Это можно только понять. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Увидеть можно только воображение. Нет, нет, нет. Нет, если встать на точку зрения Базиева, то на красный так это и не важно. Ну, Базиев. Базиев давно уже сам себя. Серег, не важно. Хотите показать здесь что-то? Да, да, да. Принтера нету здесь, да? Вот, вот, вот. Вот смотри, я уже. Почему нет? Там у Михаилова в соседнем кабинете. Можно было бы сейчас, но сделать. Я бы, наверное, от Михаилова сейчас сходил, бы сделал бы на принтер. Сделаем. Да. Зайди, вот соседний кабинет. Зайди. Вот, вот, иди, посмотрите. Вот, этот, модель, вторец моя, вот этот, да, вот этот вот рисунок находится, да. Вот именно между каждым, между... Ну, правильно, правильно, правильно. А вот, а вот, смотрите, а вот что сфотографировали в Австралии. И говорят, что это атом водорода. Это никогда не атом водорода. Как минимум, у него четыре уровня. Четыре. Значит, это где-то железо. Но, они не знают периодичности это. Это сама частота колебания электромагнитных полей. Какая частота? Это статическая фотография. Вы понимаете, если бы этого было, как утверждают ученые, колебанием, вы бы не поймали его. Скоростью еще большая. Конечно. В этом все и дело. Они его сделали статичным. И показали такую же систему, как у меня. А я и говорю, туда, да. Все атомы статические. Еще я фотошоп. Александр, Юрий Степанович. Я, наверное, сейчас схожу в соседнюю кабинет, а сделаю там ферокопию. И потом продолжим наши разговоры. Ну, добрый день. Нормально. Рад вас видеть. Живыми и здоровыми, как говорят, на нашем заседании. Значит, у нас есть такое предложение организационное. Первое. Начиная с моего месяца и до первого сентября, отдыхать. Как вы к этому относитесь? Враги отдыхать не будут. А? Враги не отдыхают. Враги отдыхать не будут. Будут работать. Значит, я думал, что они не отдыхают вообще. Значит, смотрите, почему я это говорю. Наступает дачный сезон. Я не против того, что раз в неделю я могу приезжать, как говорится, с дачи, проводить лекции, продолжать. Но многие уже сегодня говорят, что мы много повторяемся. Я говорю, а как вы хотите? Знания, они ограничены. Они являются абсолютным. Другой вопрос, с какой стороны мы их смотрим, сверху, снизу, сбоку, изнутри или снаружи. Это уже другой разговор. Но каждой нашей лекции, она что-нибудь, где-то мы пытаемся найти, показать, какие-то материалы. Значит, вот давайте мы пока сегодня, вот я вам ставлю вопрос, у нас в конце дня мы решим это после лекции. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сейчас мы поставили уже в рабочем режиме вопрос о книге. Вопрос такой. Желающие, ты что, ты что, ты что, желающие приобрести книгу, о которой мы все время говорили, в которой будет, первое, как нас дурят, и второе, как нас выводить из этой дури и своих детей не пускать. И показывать, как, чему их будут учить в школе, чтобы они правильно сразу понимали, чему надо учиться, и как эти вопросы объяснять своим детям. Это второй вопрос. Поэтому, если мы сегодня наберем, допустим, определенное число заказов на книге, то мы будем уже говорить о той сумме, которую нам нужно заплатить для издательства. Потому что основная часть уже там, корочки, оформления уже практически сделаны. Нам нужно вопрос. Желающие купить, продумайте. Мы можем создать... В группе ВКонтакте можно будет сделать заявки. Заявки. И тогда мы посчитаем, сколько денег и какое количество экземпляров делать. Потому что делать большое количество экземпляров, это затратный механизм, и он никому не нужен. Нужно, значит, будем делать. Не нужно, значит, не будем делать. Но надо всегда помнить. Чем меньше экземпляров, тем дороже издательства. Если мы разложим, допустим, это хотя бы на 2000, это уже не так дороже будет. Если это будет 10 тысяч, совсем хорошо. Ну, понятно, да? Ну, все равно мы пока в редакцию не несем. Мы пока не готовы. Но мы материалы готовим. И хотели бы, с другой стороны, подготовить потребителей, желающих. И на какой объем, на какое количество книг мы должны вести разговор с издателями, с редакциями. Это, значит, второй вопрос, который хотелось бы нам это обсудить. Третий вопрос. Одной из проблем, которую первое время активно взялись люди, по поводу веса аккумулятора. Сегодня у нас есть материалы, ну, скажем так, практически чистого эксперимента, который может теперь провести каждый, который доказывает, что электрический заряд является электровеществом, а аккумулятор является тем аппаратом, который при зарядке, вот теперь очень важно, электролита. Ведь заряжает прибор, а электролит это только объект зарядки, который держит в себе заряды. Так вот, и объем электролита во время зарядки увеличивается, и вес. И вот я вам сегодня это покажу, запишу здесь и данные, и как его проводить, чтобы каждый мог убедиться, почему аккумулятор вместе с электролитом не показывает разницу в весе. Потому что одновременно увеличивается и объем, и плотность, и они взаимно себя компенсируют. Но, если удалить, сначала взять электролит до зарядки, взвесить его характеристики, потом залить в аккумулятор, зарядить, и уже заряженный опять изъять и взвесить, тогда все получается как надо. Это я запишу, чтобы вы все эти характеристики видели. Это сделал наш постоянный участник и онлайна, и мы с ним переписываемся, ну и так далее. Участник, который, значит, ведет переписку и по поводу образования, Артем Дарбатенко. Вот. Третье и последнее, какой вопрос нас может интересовать, это по поводу написания писем. Вот теперь очень интересный момент. Значит, когда мы пишем письма от родителей, что нужно сделать, чтобы вопрос был безотказным? Первое письмо пишем гаранту Конституцию президенту. Или резиденту. Правящему резиденту, что одно и то же. Значит, это первое. Когда мы ему пишем, то в копию, это копия, первая копия идет Министерство образования и науки. Знаете, да? Значит, почему? В электронном виде все документы и бланки уже есть. Третье. Копия идет в городское городское департамент образования. И четвертая копия местный департамент образования. Значит, можете запросить все в компьютере, прежде чем писать законы о семье, где написано, что родители обязаны готовить качественно своих детей как участников общества. Там законы на защиту детей великолепны и позволяют родителям. Второй закон важнейший момент о защите детей от ложной информации. 436 Он тоже есть. Потом закон об образовании. Он тоже стоит на стороне детей. Таким образом, когда вы прочтете все образования, найдете статьи со ссылкой о том, что детям необходимо какое образование? Качественное. и вот когда вы найдете все эти бумаги, и вот так. Следующие теперь показываю. Вы все эти статьи, те статьи абсолютно один и тот же. Я родитель такой-то, дети у меня такого-то возраста готовятся в школу, или я их готовлю, или... Вот. Хочу, чтобы... И пишите. Для начала, я подчеркиваю, мы работаем только по таблице умножения. Потом будем по периодической системе, потом по законам физики. все три основные науки, ну и потихонечку, поскольку набьет все руки, потом очень легко все это будет делать, люди будут наполовину уже юристами. Это очень важно. Почему? Потому что... Вот. И вы сейчас смотрите события на Украине, а там говорят, вот мы не хотим ни воевать, ни у кого ничего не отбирать, мы хотим только, чтобы нам дали спокойно жить. Многого вы хотите. Вы понимаете? Многого. Уголовники не хотят вам дать спокойно жить. Как же вас не грабить-то? Как же вас не насиловать-то? И для этого создаются любого рода общественные организации, партии в первую очередь, которые вас таскают таскают за собой и втюривают вам мозги, что некий там он предводитель такой-то партии будет решать ваши вопросы. Никогда ни один партийный деятель или как я говорю уголовник не будет решать за вас проблемы. Он будет думать только о том, как вас одурачить и при этом кучеряву жизнь. Поэтому вы должны помнить, вы вот не заметили, что Донская Республика оказывается России-то и не нужна. Ну зачем она и нужна? То, что Путин поделил с Обамой Крым и устроили войну в Украине это факт. Это цель их не уничтожать русский народ под любым углом. И они хотели развязать войну на Украине. Но народ встал на дыбы. Они этого не учли. И вот сегодня используется тактика российских уголовников уничтожать русский народ. Тихо, каждый день по капельке и законодательно записывать, что уголовник имеет право делать то-то, а народ нет. Народ может только просить, а требовать он не имеет права. Вот так сжимает пружины, он часто об этих пружинах говорит Путин, сжимает пружины аккуратно и тихо, что никто как бы и не замечает. Вот сегодня они там в Женеве сионисты договорились точно так же потихонечку додавить украинцев, как они додавили в России русов. Вот и все. То есть как это фактор Руси вдруг прорезался. Они все обалдели. Они думали, что они до такого состояния русов довели, что они тупые, и их можно просто как каченый подрезать и убрать. Народ оказывается еще с головой. И это радует. Народ поднялся на свою защиту. Другой вопрос. О ком печется Путин-то. А он печется только об олигархах-уголовниках. Вот в чем все дело. У него же друг оказывается главный претендент на президентский пост Порошенко. Он оказывается у нас в России владеет собственностью. Ну каждый с ним ссорится-то. Он же его друг. Бизнес вот что главное. И никакие не государственные, никакие народные интересы их не представляют. Только уголовные как грабить народы. На Украине свои олигархи, в России свои олигархи. И все они еврофашисты. Они в свое время ограбили Русь в 17-м году, они ограбили Русь и в 91-м году. И у них одна задача продолжать грабить. Но сегодня сионистам из Америки захотелось подвести войска. Почему? Потому что в свое время Барух Ельцин подписал бумагу, что в случае если русский народ поднимет голову в России, американцы без предупреждения могут войти на территорию Руси. Это документ подписан. А сегодня они его осуществляют. И вот все наши деятели политические, как я их называю, шарлатаны, они говорят, вот мы предупреждали, чтобы они не расширялись. Зачем вы варшавский павку уничтожили? Зачем варшавский договор? Вы сами сдали все. Вы сдали российские сионисты. Вы сами создали в девяносто первом году еврофашистскую революцию по расчленению Советского Союза и говорите, что мы не знаем, как он развалился. Знаете, и вы все участники уголовники этого события. И народы Украины должны понять, что если вы будете как Донецкая Республика, то вы опять не будете иметь своих государственных структур. Никто вам их не даст. Обратите внимание, как Путин и его группка молодожен долбежной бригады всем анализским республикам отдали наши территории, как они им отдали право, как они им отдали право избирать себе каждый народ имеет право кого избирать? Главу или президента. И только один русский народ не имеет вот где уголовные деятельности профессионистов и пятой колонны на нашей территории. Вот вы должны это понимать. Точно так же себя ведут и на Украине. Никаких русских, никаких государств, ничего вам никто не даст. Не дай Бог, когда у вас умницы наши родненькие пишут Святая Русь, Донская Республика, вот когда вы поймете, что у вас не просто, а Донская Русь, Луганская Русь, тогда вы поймете, что вы встали на ноги во весь рост. А пока там уголовные политики будут вам вешать лапшу, не надо о Руси говорить, никому не верьте. Это сионисты, бандиты, уголовники, еврофашисты. Вы посмотрите, как удачно выступил этот партий регионов сионистов. Они сразу уже выступили, что мы не за то, чтобы выделяться в какие-то отдельные округа. Почему? Потому что только сообща всей шайкой уголовников они могут подавить. Если вы это позволите. И вот приезжали представители из Донецка, из Луганска, из Славянска на эти евро-шоу. Ну и что? Как только люди заговаривают о том, что они русы, о том, что они хотят, чтобы у них были права русских, эти сионисты говорят, так, этот вопрос не интересен, давайте перейдем к другому. А вчера, обратите внимание, кто-то смотрел политику? Там прямо открытым текстом «Ну что мы все про Украину, про Украину, у нас врачей своих проблем хватит». То есть сионисты в Женеве все обговорили и больше вопрос о русских и русах и русских проблем не нужно поднимать. Пошумели и хватит. С момента начала событий в Крыму в телевизоре изо дня в день русские, русские, русские вот прям с утра до вечера вчера россияне все забыли. Уже вчера россияне пошли. Но я об этом и говорю. В чем вопрос? Дело все в том, что с 17-го года еврофашисты из нас делали совков. И там кучка уголовников, националистов типа Умалатовой, типа этого из Дагестана это как его? Абдулатипова. Мы создаем единый советский народ. Вот они корзавы язычные, шипящие язычные, и у которых во рту вечер чем-то забито. Они даже не догадываются, что надо вытаскивать изо рта, прежде чем еще либо говорить. Вот. Они из нас делали советский народ. Сегодня это шайка уголовников из нас делает какой народ? Российский. Российский. А Россия что это такое? Это приблуда, которая пучка уголовников назвала. А Русь они должны утопить. Вот главная задача. Поэтому с помощью этих анальных республик, где они избрали себе своих вождей и глав, они еще нам, русам, избирают еще уголовника. Вот о чем идет разговор. из своих рядов подчеркиваю русских во власть не пускают. Читайте протоколы собраний сионских мудрецов. Ни одной должности, чтобы там не было ни на одной руководящей должности не должно быть ни одного руса. Все должности сокращать. Вот. Почему я об этом говорю? Если мы не будем изучать знания сейчас в школе, я всем говорю, на таблице умножения это обнажается. Когда нам говорят, что вместо суммирования надо говорить сложение, сразу видно, что эти два слова абсолютно никаким образом на русском языке не сойдут. А нам говорят, придуман этот уголовный структуры институт филологов, который говорит, это синонимы. Да нет, на русском языке синонимы. У иудеев есть, у англичан есть, у немцев есть, а у русов нету. у русов каждое слово несет только один строгий смысл. И также, как я всем говорю, классический пример на слове бег. Бег, разбег, убег, прибег, бегодня. А нам придумают, надо хорошо говорить, красиво бежит. А где вы видели корень беж-то? Вы что, пьяные? и какой же смысл несет корень беж? Вот таким образом говорят, ну на западе же так говорят, но на западе так же делают, должны четко себе представлять. Все это только с одной целью, лишить нас нормального родового сознания землян. Втюрить нам в мозги уголовные термины из эврита, из ангрито, из создаются словари, в которых они как хотят, так нам и трактуют наши природные слова. И поэтому я всем говорю, вы же никогда не задумывались, как они болеют о том, чтобы слово победа было. А слово победа уберите приставку, оказывается беда. Вот сначала они нам устраивают беду, вся эта шайка, а потом мы побеждаем своей крови, своим здоровьем. Кому это надо? Мы должны четко помнить, мы не должны допускать никаких бед на своей земле. Мы должны предвидеть, и как бы эти уголовники нам их не навязывали, мы должны их решать мирным путем. Вот почему я призывал и призываю до сих пор. Русы, русины, русичи, русаки, опомнитесь, вас шайка еврофашистов, которые сегодня и в Киеве, и в Москве во власти, они между собой уже все давно договорились, они уже все вопросы решили, сегодня они их еще утверждают в Сионских Штатах Америки и в Женеве. По-главному уничтожение русов, русского сознания и русского народа. Помните об этом, и поэтому изучайте свои знания, и тогда никто нас не сможет обмануть. Никакие политические, никакие общественные, никакие эти уголовные системы оболваемые не изменят нашего сознания. Вот цель, ради которой стоит жить. Теперь слушаем ваш вопрос. Как мы вообще получили, как мы оказались в той ситуации, говорят обычно русы, 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 в таком положении, что мы когда-то были такими, чтобы не надо говорить, когда-то каким мы были такими, образом смогли так влететь вообще. Объясняю, вы такими воспитанными, и я всем говорю, и встречаю очень многих людей, которые говорят, а как же ты не согласился с таблицей умножения, ведь нас же всех палкой заставляли, я говорю, вот не всех, вот меня не заставили, а почему вас заставили, а потому что ваши родители были такими же попугаями, как и попугаи преподавателей в школе, вот и все, а меня так учили, отвечать и проверить, я с этого и начал, запомните, если вы не будете проверять все, абсолютно все, вы так и будете сидеть в этом дерьме, вам будут говорить каждый, кто за счет нужным, ну вот смотрите, какая разница, вот сегодня уже о русских не говорят, говорят о россиянах, после вчерашней команды, почему, потому что сговор состоялся в Женеве, они его подписали и сказали, вы видите какая опасность, стоит только дать лобинку, русские сразу встают, вот, сейчас я сейчас вот, когда же мы поймем, что нельзя сдавать позиции русских, никогда, мало того, нужно проверять, вот я всем говорю, одно время на меня належали, пытались меня подловить и на таблице умножения, и на периодической системе, и на аккумуляторах, у многих не стоял вопрос узнать, у многих не стоял вопрос решить проблему, мне прямо открыто текстом пишут, вот я знаю, как ответить, а ты нет, вы знаете, я говорю, а что ж тогда у меня спрашиваешь-то, я ты знаешь, публикуйся, пиши, вот, таким образом существует вот эта кучка гадочников, которые могут только гадить, которые могут только лгать, и пытаются любого здравомыслящего человека окунуть в дерьмо и сказать, а у них классический пример, классический пример и прием, тебя одного выдергивают против десятерых, и все десять утверждают на черное, что это белое, и только очень сильный, мужественный и умный человек не испугается и скажет, так, как было изначально, основная масса людей на шестом, подчеркиваю, на шестом ломается, вот таким образом решается проблема, почему вы таким стали, очень просто, а в школе я рассказываю всем этот пример неоднократно, сажают девять детишек и им сыпят в кашу сахар и только десятому сыпят соль и начинают с тех, у кого сладкое все говорят каша вкусная он говорит вкусная и сладкая вкусная и сладкая десятый говорит вкусная и сладкая с детьми еще проще вот таким образом уголовная структура власти подчеркиваю насаждает всем турпизм цель направленно и поэтому не надо мне задавать вопрос а задайте его себе а почему я сломался и ответишь на все вопросы сам я понимаю о том что вы говорите но смотрите я вам говорю совершенно о другом о том что их система сломала нашу произошел слом когда-то сломал я уже взяли сломали когда-то скажем пожалуйста как и сейчас можно взять допустим здесь могут гипотетически представить что вдруг у нас что-то появилось что мы можем сломать их точно так же зачем что вы думаете это тоже возможно понимаете централизован есть вокруг кого объединить а здесь посмотрите еще раз вы тоже удивительно говорите простые вещи что вы сказали проверяете все людям нужно знание чтобы не знали как проверять с чем сравнивать с чем проверять то еще раз вот как только вы задали этот вопрос это вы облегли себя направление служите внимательно что вы задали когда какое там не значение когда вопрос сегодня ты в каком состоянии вот и выходи из него сегодня в каком каком все угhak ну вот так и выходи из него не решай вопрос не задала а когда этоiodo вчера или сто лет назад existing надо знать как выходить зачем как выходить не знают я подскажу так что ты не знаешь как выходить если так все знают я же не знаю что там вопросом каким образом еще раз объясняю начни с таблицы умножения а ты пытаешься вас не посмотрел бы и не знал ну как прелесть как только вы начнете хотя бы таблицы умножения разберетесь вы увидите как все легко выйти из глупого сколько у вас смотрят сколько человек когда вот это все нужно нести туда поверьте туда ты можешь так вот понимаете все говорят юрий степаныч а вот бы вас по телевидению какой ты молодец у тебя есть выход тоже внимательно я ему и говорю у тебя есть выход нет что ты мне говоришь я понимаю если бы ты сказал у меня есть выход Юрий Степаныч я организую тебе программу ты можешь ежедневно или еженедельно или хотя бы ежемесячно там читать я говорю прижимаю а когда мне говорят а чего ты там троим объясняешь хорошо хоть два пришло а сегодня вас уже 15 а по теле поэтому 100 смотрят 150 в онлайне а читают и приносят письма мне еще а мои ролики смотрят по 300 тысяч человек а вы говорите плохо так вот я пять лет назад мечтал чтобы хоть один здравомыслящий человек меня услышал мечтал вы понимаете и когда мне жена говорит да зачем ты все это делаешь кому это нужно я говорю людям и ты знаешь нужно это все правильно а когда а когда человек вместо того чтобы самого себя вытаскивать из болота начинает рассказывать как это тяжело да кто не знает здесь все те кто вылазит как раз ну слава богу тогда какие проблемы на основе того что вы рассказываете необходимо сделать конкретное устройство и это устройство которое даст пользу всему человечеству люди обратят на это внимание да не надо мне этого я вам объясняю вот вы вы понимаете в чем у вас проблема рассуждения вот смотрите вот есть такая малышева знаете медицина показывает и вот она рассказывала проблему почему прошу патрон мужики засыпают на женщине ее посмотрели в течение суток 3 миллиона человек чем народ интересуется понятное дело вот а когда мы говорим о проблеме человеческого развития их очень малое количество людей все остальные попки и бараны пусть они на меня не обижаются их интересует оказывается только эта проблема почему мужики засыпают на женщины что поняли дебилы не спи и нет проблем вот и все но когда вам создают эту проблему а вы еще и хотите это выяснить вы посмотрите сколько здоровья времени вы тратите на эту дурь это вас отвлекают вместо этого разберитесь законы всемирного тяготения разберитесь другими законами которые нам врут на каждом шагу вот я сделал вам вот эту модель она очевидна но сегодня уже на уровне академии и харькова и австралии пытаются мою модель извратить вот она я вам показываю рассказывают что там бегают электроны в виде облака но они их по отдельности видят вы можете представить что они их сфотографировали в виде облака но они все равно отдельно и это подчеркивает квантовая механика вот какую дурь несут поэтому идет разговор научитесь думать самостоятельно научитесь проверять таким образом сказать а как же так облака а электроны по отдельности это же бред на это способны только академики и кретины кретин потому что дурак изначально академик за хорошую зарплату за титул вот в чем весь вопрос такая система во всем когда тебе говорят что русский надо писать двумя с открывая слова сначала логически думаешь зачем второе это слово немецкий берем там буквы немецкий зачем это второе вот когда человек начинает думать а зачем кому это надо а вот когда тебе мозги запудрили задурили ну ты согласился с этим согласился с этим а потом не заметил как ты согласился с тем что ты уже россиянин что ты уже совок потому что какие-то абдуллатиповы или там эти умалатовые тебе лапшу вешают что они великие политики и умные а по-русски политик всего-то навсего читается всеобщий тип то есть всеобщий болезнь то есть это больные люди политики они возвеличили свою должность высоко оплачивают ее и создали халуев партийных вот сегодня им нужны такие дураки они в россии сколько разрешили партии создавать а сколько хочешь хоть партию из одного себя делай регистрируйся и тебе еще за это выделят деньги чтобы ты не только дурак был но и прогрессировал своей дури вот о чем идет разговор это понятно все хорошо это видно всем то хочется это увидеть все это в принципе видят все а чего же получается что 50 процентов почти на выборы ходят если все видят дело в том что ну как они не надо мне объяснять кто пенсионер или не пенсионер какое имеет значение вы посмотрите какое количество дураков ходят на протестные митинги с этой поганой оппозиции это понятно а кто такой поганая оппозиция это те же политические еврофашисты которые эти как я их называю бафометы козлы сионисты которые ведут народ к дури это же попы гапоны какая же система дураков которые ходят в церковь я показывал открытым текстом что христос дважды обрезанный дважды воскресший это очевидно но они же этого не видят или не хотят ну как каким надо быть дураком каким христос сейчас добавлю христос еврей обрезанный вы почитаете этого христа которым ходят русские дураки молиться он еврей дважды обрезанный а им говорят что он все беды на себя берет где же хоть одна его беда грехи он сам поганый грешник вот чем проблема и он кого спасает от грехов евреи сионистов уголовников иудеев вот где я подчеркиваю не евреев а сионистов уголовников иудеев цель которой уничтожить все земное они открытым текстом пишут протоколов сионских собраний сионским мудрецов вот о чем идет разговор и это ходило вот до последних там пять или шесть лет назад я не знаю сколько судился со свами это ну 8 до судился со свами когда они запретили эту литературу безмозглое ну это их его дело свою голову не поставить вот мы сегодня имеем этот факт и сегодня классический пример украина сначала сионисты украину выбросили из так называемой россии россии у нас же была россия в семнадцатом году в семнадцатом в семнадцатом еще была россия а в октябре семнадцатого года сионисты из россии создали союз сионских социальных разрушителей и разделили территории предав вот теперь подчеркиваю предав малым народам государственность территориальность и право на сохранение своего народа кому не дали только русским как всегда в пролете не в пролете ну а где а теперь я вам всегда говорю есть классическая фраза запомните ее еще раз чернохарина знаете такого не не знаю ну черномырдин по их нему по их нему черномырдин он любимую фразу говорил мы хотели как лучше а получилось как всегда читайте полно мы хотели как лучше для евреев и сделали а получилось плохо как всегда для русских потому что это запланировано все проверяйте эту фразу понятно но 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 дальше и выезжают такие выдающиеся сионисты которые в берегенбергском клубе представляют гайдарские которые говорят а черномырдин то святой а этот святоша 500 тонн зо этого урана оружейного продал сионистам из штатов о какой святой то вот где сионская святость то и вы должны это отвечать и все говорили черномырдин то русский да он рядом с русским ну на одном гектаре не сидел вот почему потому что вот эта вот зона да о которой говорил нойман он же попов кто знает знаете о таком он говорил что центр москвы после девяносто первого года будет только для евреев и богатых иностранцев он мэш и мэр первый это его фразы я хорошо их помню поэтому когда вы говорите почему вы в пролете объясняю ни один сионист не отдыхал девяносто первом году все были задействованы все как один по общинам и занимались только одной подготовкой к уголовной революции и ограбление страны теперь они кучерявы живут у них свои фонды у них своя власть все логично нет причем подчеркиваю причем она еще претендует на власть на руси понятно они молодцы а они в конце концов произвели столько работы что они в конце концов добились успеха что хотели они добились поставили цели в чем же дело я вот этот вопрос как раз и в головах умнеет объясняю они не молодцы они уголовники раз второе если ты проспал то кто виноват сам и я всем об этом и говорю они готовились к шайке оград с ограблением а вы спали когда вас ограбили вы говорите а че мы плохо живем а как же так получилось спать надо меньше и все и не надо искать дураков если хочешь его найти первое место где знаешь я понимаю в зеркале туда надо идти искать дураков найдешь сразу и все разберешься чё спорить все переходим как бы хотелось да значит так научись делать так как хочется и ошибки не будет не умеешь делать ну кто виноват сиди и жди когда научат так с письмом всем понятно спроси у этих есть ли там какие вопросы по этому какие письма надо писать и так первое в местной и потом меняете местами на первое место когда отправляете в министерство образования ставите президента на это место эти как остаются пишите в городское на первое место ставите президента потом министерство образования а потом это и последнее когда вы пишете в местный департамент образования на первом месте президент, министерство образования, потом городское. Меняйте места, не все. Почему? Таким образом вы сократите время переписки. Сверху, мы уже получили, президент отправил в министерство образования. Почта за него работает, отправили, и говорят, вам ответят. А у них уже есть такое. Эти сбросят сюда, у них тоже есть такое. Таким образом вы в течение одного месяца получите ответа от четырех инстанций. Одновременно они обязаны в течение одного месяца ответить. Вот такое решение великолепно. И мы предлагаем всем его вам реализовать. У кого есть дети, я сам бы это написал, но вы знаете, по закону, по конституции только родители несут ответственность. И только родители имеют право обращаться в защиту своих детей. Так, с этим все. Теперь переходим к аккумулятору. Я напишу вам характеристики. Еще раз подчеркну вам этот вопрос, что наш постоянный участник лекций и участник развития знаний русов древних Артем в Ярославле он проживает. Он провел этот эксперимент. Сначала он его провел не до конца, а потом он его провел до конца. Итак, первое. Аккумулятор был у него АКБ-6СТ-75. То есть, я почему говорю, это конкретное, не какие-то, как пытаются нам теоретические, там, и эти, конкретный аппарат, который был проверен. Первое, что делал, он брал этот аккумулятор и снимал с него характеристики, о которых я говорил. Первое. Объем. Второе. Вес. Третье. Ро. Четвертое. А, это В напряжение. А могу так напишем объем. В напряжение. Нет, нет, нет. Я сейчас напишу. По-русски. Напряжение. И пишем. У него напряжение 6,3 вольта. Так, подождать надо. Сейчас все мы делаем. Он вставлял, брал нагрузку и проверял. 6,3 вольта. А, без нагрузки. То есть, при плотности 1,21 вот эта плотность именно таким образом он снимал все характеристики на конкретный момент. Не теоретические, не бумажные, потому что это не соответствует тогда действительности. Он снимал, приносили ему аккумулятор, который практически не заряжал. он снимал с него конкретные характеристики. Почему? У многих не получались результаты. Все взвешивали, включая коробку, свинец, ну и там набалдашники и со всеми системами. А, заряжали-то мы только электролит. И вот очень интересный момент, когда я первый этот вопрос поднял лет 30 назад, я говорю, смотри, какая простая ситуация. Мы берем вещество плотностью 1,2. Допустим, мы его зарядили до плотности 1,3. То есть на 0,00. Правильно? То есть на 1%, но при этом мы получили способность этого аппарата в 55 ангар-часов, допустим, вот в данном 70. Ну, какая есть, там это тоже надо проверять, но это уже сложность. Она нас мало интересует. То есть оказывается, чем мы измеряем все? Кто знает, у кого аккумулятор есть машины? Ариометром. Мы проверяем только плотность вещества. Я говорю, даже этого. Скажите, пожалуйста, если мы заряжаем электролит постоянным током, скажите, пожалуйста, в постоянном токе отрицательная есть составляющая? По теории электричества нету. О каких мы электронах тогда говорим? Если постоянный ток. электрон имеет нижний и положительный, верхний и нижний. А постоянный ток имеет только какую положительную часть, поэтому он имеет прямую линию. Откуда здесь там электроны? Ну, а какие-то врут или в определении постоянного тока, или в определении, что электрон имеет отрицательный заряд. Но все равно врут. И тот вариант ложный, и тот вариант ложный. теперь дальше. Когда мы начинаем заряжать аккумулятор, мы заряжаем его только постоянным током, и для этого ставим специально какой компонент? Выпрямитель. Даже если мы пытаемся подводить переменный ток, у нас обязательно стоит выпрямитель, который, как говорят нам, выпрямляет переменный ток в постоянный. На самом деле это немножко не так, и термины не те, но это не важно. Потому что доказать ложь нужно только используя их терминологию. Тогда только можно доказать. Итак, мы заряжаем постоянным током. И у нас только на одну сотую изменилась плотность. А никто не задумывался. А как же получилось-то? Мы говорим, что заряд это не вещество. Ну, заряд, заряд, что-то такое абстрактное. А как же, когда мы туда загнали, как он заряжал, я ему сказал, не менее трех суток. Ну, он чуть-чуть не задержал. 68 часов заряжал. Ну, все без два нас было. Жизнь заставила пораньше кончить зарядку прекратить. Вот. А как же получается, что мы заряжаем ничем, а плотность вещества на один процент увеличилась? Ну, с чего вдруг вещество? Начали врать, что оказывается, плюмбом СО4 растворяется и идет куда? В раствор. Открывайте таблицу растворимости. Здравствуйте. Странно. я ее сегодня здесь не буду. Вот. Открываем таблицу растворимости. Как я всегда говорю, не просто так, а государственную. Вот она. и здесь написано плюмбу СО4 нерастворим. И как же получается, кто врет? Теоретики врут, академики врут, химики врут. А как же нерастворимый осадок может раствориться? то есть понимаете, не надо быть семи пядей во лбу. Надо просто взять их учебники, в которых они забрались до такой степени. Черные выдают за белые не глядя, хотя там желтые. Вот. он не растворился. А за счет чего же тогда он плотность изменилась? Это первое. Второе. Я делал эксперименты или, как говорят, лечить аккумулятор и растворять. Можно маленький слабый налет клюму МСО4 с пластин снять. Если он маленький и только в зачатке. Это надо трое суток приблизительно заряжать малым током желательно импульсным. То есть то бросаешь и пуску туда 5-10 секунд. Есть такие приборы, они самые регулирующие. они включаются и выключаются. Но есть еще одна интересная штука. Чтобы растворить миллиграммы, доли миллиграммов, не важно, нужно сутками, чтобы аккумулятор работал. А когда мы подаем от аккумулятора ток на разряд. Кто-нибудь знает величину тока импульсного, который заводит автомобиль? 250 ампер. И время срабатывания от 10-7 до 10-9 секунды. Вы представьте себе, трое суток растворяем, а вы сбрасываем за 10-9 секунды. Ни в какие ворот не лезет реакция по времени. И этого ни академики, ни доктора, ни профессора не видят. Или делают вид. Скажите, пожалуйста, вот вы здесь травомыслящий люди, вы можете допустить себе порядочность этого преподавателя? Я уж не буду говорить, поскольку он титулованный, то это все равно, что приплюснутый. Масгюр не работает от титула. Он считает, что если у него есть титул, значит он умный. И он никогда не вдумает проверять, а что же это на самом деле так? И когда он вдруг, не дай бог, пойдет против, ему скажет, а зачем тебе титул-то давали? Тебе и давали титул для этого, чтобы ты сидел и молчал. А мы будем управлять. Вот и все. Таким образом, при самом простом проверочном варианте выходит, что ничего не работает. Третье. Они начинают считать формулы и пишут. Я почему это? У меня есть документ Министерства обороны старый-старый. Обслуживание и зарядка аккумуляторов для танковых батарей. Я не помню, какого лохматого года. Прошлого столетия это точно. Там написано, что если у вас нет под рукой никакого материала, возьмите лист свинца, сделайте из него корыто и заливайте аж 204. И можете готовить электролит для заливки аккумулятора. Это знает любой рабочий. Это записано в инструкции. Читаем теорию. В теории написано новый аккумулятор уже имеет в растворе в любом сочетании. Это как? У него три только положения. Не заряжен, заряжен и после зарядки. А у них там в схеме 4. Я когда это делал, меня три. с раз рам думал. А почему у меня три? них четыре. Оказывается, они нам втюривают мозги, что до того, как зарядить аккумулятор, он уже имеет в растворе плюмбум СО4. И тогда реакция идет. Растворение как бы все придумали. Берешь формулу, в формуле записано плюмбум О плюс плюмбум плюс H2SO4 плюс H2O и равно вот это плюмбум СО4 плюмбум СО4 H2O и так далее. А я говорю, а где же ток-то? А это бы потом. Как потом? У вас же без тока-то. Реакции не будет никакой. Никакой зарядки не будет. вы чё? Ну вы знаете, здесь тут какая-то такая трудность. Внут 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 не положено. Ну ты же не химик. Я говорю, вам не повезло, я еще и химик. По диплому я говорю, я химик-технолог. Я говорю, ну нельзя же врать, так внут внут без тока у вас отсутствует. А как же у вас получается? Все процессы не могут идти без тока. И зарядки быть не может. И разрядки не может быть. Потому что основной параметр постоянный ток. Тем не менее, возьмите учебник Коровина, там это так записано. И так учат наших детей в институтах. Потом говорят, а почему же мы такие глупые? А от того, что сидели, служили и не проверяли. Не щелкай клювом. Мозги включают иногда. Поэтому у них школы отдельные, маленькие. Ну это мы потом. Мы, значит, переходим к следующему. Итак, прежде чем проводить эксперименты, нужно все умственно провести. А что же я хочу сделать? Вот тогда ваша голова готова к эксперименту и она готова к правильному результату. Не важно, что академик там или еще кто-то тебя облачил. Ты скажешь, ребята, эксперимент показывай. От эксперимента практика критерий истины. Да. Они даже говорят практика критерий науки. И так далее, и тогда они не сами это говорят. Но они же нам извращают практику. Вот самое страшное. Они ее все равно подгоняют под теорию. И так во всем. Я технолог, по своей сути, я всегда люблю проверять сразу параллельно несколько вариантов. Тогда ошибок не бывает. Тогда сразу картинка вырисовывается. вот. Ну, теперь дальше идем. Я думаю, что значит здесь 6,3 вольта вес 4,906, по-моему. Я уже вроде и на память знаю, но проверю. А, 5,906. 5,906 и ро 1,21. Это все было до того. Почему? Мы все эти характеристики вольт сняли. А, объем. Да, это грамма. Объем. Мы тут не написали. Так. 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 4,700. Миллилитров. Вот такие характеристики он получил. Это все было сначала сняли напряг, сняли рог, потом вылили в сосуд и взвесили. И вот в этом сосуде он нервный показал, что там 4,700 миллилитров и вес такой-то такой-то данной смеси электролита. После того, как он зарядил 68 часов, получили следующие характеристики. объем 4,930 миллилитров. Напряжь 13 вольт. Вес 6,208 и рог 1,27. То же самое. Сначала сняли напряжение какое, сколько часов зарядили, сколько того напряжения. Сняли плотность в каждой отдельной коробке. ну, они в среднем 1,27 были. Вот. Потом вылили в мерную опять сосуд. Он показал, что там 4,930 миллилитров и взвесили, получили 6,208 грамм. Ну, я надеюсь, что из этой записи каждый математический действий проведет сам, увидит разницу в весах 302 грамма. Разница в объемах 230 миллилитров. если бы мы подняли плотность до 1,30, то эта величина была бы той, которая нерасчетная. То есть мы бы получили почти килограмм разницу заряженному электролитром. А это мы зарядили только до 1,27. Разница всего 0,06. Таким образом мы можем утверждать, что электрический заряд является веществом. Электрический заряд в нашей системе определяется всеродами, единичными зарядами. Теоретики, которые нас эти теоретики разорбордовцы и, как я всегда говорю, Хэллоуин от Академии утверждает, что там бегают отрицательные электроны. Ну, я не буду напоминать первомыслящим людям, что в природе ничего отрицательного нет, не было и никогда не будет. и только умалишенные могут утверждать, что есть отрицательные заряды или положительные заряды. На графике можно нарисовать все, что угодно. Рассказывать можно все, что угодно. Но я привожу простые примеры и говорю, начните, пожалуйста, с зайцев. Где вы видели зайцев с минусами, а медведей, скажем, с плюсами, а вот Малышева, ей мало этого было, она говорит, что в Соединенных Штатах уже сейчас автоматом 90% малолетних детей при рождении обрезают. Ну, я всем говорю, кто-то я смотрю, в Африке все слоны обрезанные, а у нас все быки обрезанные. Посмотрите, пожалуйста. То есть, когда человек болен, он может все, что угодно сказать. В природе не требуется обрезание. И только у политиков и религиозников требуется. Для чего? А для того, чтобы вас дурачить. У нас говорят о правах детей. Скажите, пожалуйста, на каком основании религиозные деятели издеваются над малолетними детьми? На каком? Где ваш закон, о котором Путин говорит? Обязательно что? За нарушение что требуется? Наказание. Наказание. И где же они у тебя наказаны? Вы посмотрите, в Соединенных Штатах 90% уголовников, которые обрезают детей. А где же ваши права о защите ребенка? Все же они не работают. И вы начинаете верить этим халуям, которые воздорят. А у нас макают в купель, издеваются над детьми и говорят, что это наш обычай. Это как же так? Вот о чем идет разговор. Возмездие, он говорит, обязательно будет преступником. я говорю, а на каком тогда основании церковники, попы, кстати, на нашей земле, прощают грехи уголовников? За деньги. Конечно. Бизнес. Я как раз об этом и говорю. Владимир Владимирович, что-то не вяжутся с вашей логикой так. А еще интереснее, когда судьи берут 5 миллионов долларов и любого преступника выпускают под залог. Где же неотвратимость наказания-то? Лжете. Капитализм. Нет. Лжете, господа. Лжете в наглую. Если вы должны говорить, что неизбежность, неотвратимость наказания есть, не вижу. Преступники все откупаются. Осажают только тех, у кого нечем откупиться. Вот где самое страшное. Должны с преступниками быть люди, которые не сознают над собой волю уголовной власти. Вот тех надо сажать. Это 100%. Как только человек возразил уголовным структурам, он сразу подлежит наказанию. И откупиться ему нечем. Потому что в основе система построена на том, что она загоняет людей на действия преступления. Мы об этом и говорим как раз. Именно об этом мы и говорим. На самом-то деле власть создает условия только для преступников разного ранга. И не случайно ваши друзья Порошенко и другие и не случайно вы говорите, что нужно иностранцам инвестироваться в нашу страну. А куда же наши деньги его отдают? Вы нас вывозите по последним данным 50 миллиардов другие страны. А что же они у нас не работают? Значит заключается в том, что это группа сионистов обязуется в России защищать интересы уголовников из других стран, а они берут на себя обязательство защищать интересы уголовников российских. Вот и весь сионин. и для этого им нужны политические партии, которые дурят. Для этого нужны религии, которые дурят народы, чтобы сказать, что все дано от Бога и в первую очередь власть. Вот и все. Юрий Степанович, надо поздравить народ с наступающим праздником. Не спешите. Не спешите. У нас еще будет время. У нас еще будет лекция. Зачем же опережать наши события? Вот. Поэтому вот я вам показываю праздник, показываю эксперимент, который мог провести каждый, который сомневается. А теперь говорю, а провел один. Остальные там, ну, для вида поковырялись, для вида поделали, ну, я не буду говорить, со мной поругались многие, что не подтверждается. Я говорю, я же вам сказал, эксперимент должен быть каким, как можно более чистым. Вот достаточно было провести такой чистоты, и все стало на свое место. И никаких проблем, как пытаются мне сказать в моей теории, а у меня ее нет. Я не занимаюсь теориями, подчеркиваю, я занимаюсь только оформлением экспериментальных данных, которые подтверждаются опытами. Всякие теории и идеи идут от иудеев, чтобы пудрить мозги. Никаких идей в природе есть мысль, она реализуется экспериментально и показывает реальные результаты. Идея это пустозвонство. И поэтому у нас идея коммунизма, идея демократии уголовной, уголовного коммунизма, когда народ держали под сапогом сионисты. Следующая теория, они уже не знают. И очень часто выступают президенты говорят, ну нет у нас единой идеологии. Обманываете иудология, ваша идеология. Вы всех подавляете иудологией, всем навязываете сионские взгляды, сионские методы подавления коренного народа. Это ваша логика. И не пытайтесь отпираться и не утверждать, что у вас нет идеологии. Таким путем нас не ведешь в блуд. Мы знаем, чьи интересы вы отстаиваете. Теперь мы рассмотрели два вопроса по аккумулятору и рассмотрели вопрос по письмам. с литионными аккумуляторами тоже можно провести такой эксперимент? Они тоже увеличат размер? Значит, вопрос вот в чем. Вы наверное опоздали, а я говорил. Эксперимент можно провести с чем угодно. Вопрос правильности методики эксперимента. Первое. Он не должен ничего затенять. Первое. Это важнейший момент. Потому что если вы ввели какой-то непонятный параметр, или не ввели тот, который реально работает, я вот всем рассказываю, как академики-механики дурачат весь мир на простейшем примере. Вы все же катали саночки. Катали. И все знаете, что если саночки стронуть с места, то потом они быстрее и быстрее могут двигаться, и можем даже бежать. Помните такое, да? Вот. А по теории, которую нам преподают уголовники, академики, оказывается, все не так. Вот все беда. Первое. Они ввели такое понятие, как коэффициент трения. Причем коэффициент трения безразмерный. Скажите, пожалуйста, это нормально? Это неадекватно. Это вообще ничто. То есть, я всем рассказываю этот, в ютубе есть такой ролик, где американский корреспондент берет интервью у раввина в Америке и говорит ему, как получилось, расскажите, что евреев до войны в России было, допустим, там, 3 миллиона, их 6 уничтожили, а после войны их стало 4. А он говорит, ну, 3, 6, 4, это же цифры. Холокост заключается в том, что убили хоть одного еврея. Да, я для них не знаю. Вот тогда это Холокост. А цифры – это ничто. И вот я вас как раз к этому и призываю. Цифры можно написать любые. Почему? Потому что вот эта иодологическая математика считает цифры, которых ничего. 2 – ничего, 3 – ничего, 1000 – ничего. На Руси считают яблоки, помидоры, деревья, коров. Цифр как таковых на Руси не было. Цифра – это символ предмета. Но для того, чтобы дурачить, придумали цифры положительно-отрицательные. Потом придумали цифры дробные. Где вы видели 1 треть мельвегия? Или 1 двенадцатую зайца? Это полный кретинизм. Но тем не менее, академики это учат. Для чего? Это как раз тот ответ на ваш вопрос. Чтоб ты в дури плавал и не видел, где тебя дурят. После этого они придумали числа отрицательные. Скажите, пожалуйста, как это можно сказать? Двойка отрицательная и двойка положительная. Ну, полный кретинизм. Но они приписывают знак плюс или минус и говорят, вот теперь она стала отрицательной. Что? Она стала отрицательной или она только в бестолковой голове стала таковой? Вот где проблема. Дальше. Вам говорят, от 3 можно отнять 6. Сколько будет? И вам говорят, минус 3. Это как же вы? От малого можете отнять больше. Это полный кретинизм. Но это из категории высшей математики, когда из вас делают дураку. попробуйте найти стул с отрицательным знаком или стол с положительным. Вот такую дурь математики всем вводят. И вот коэффициент трения. Нас всех учили рисовать треугольник. Вспоминайте, да? И потом клали на него кирпич. Вот. Представим себе, что вот этот кирпич. А вот это площадка. Вот скажите, пожалуйста, какие-то взаимодействия между площадкой и вот этим кирпичом есть сейчас? Есть. Какие? Это тяжесть. А тяжесть что такое? Вес. Вес. Нет, действительно, это давление идет. А, давление. Итак, я задаю вопрос не о давлении, которое идет, а взаимодействует между собой вот это и вот это поверхность. В данном случае. Вот в этом все и дело. Теперь я показываю. Я начинаю поднимать. Вот здесь тренинг. И он вдруг поехал. А что это он поехал? Вот не ехал вот на таком уровне, а вот на таком уже поехал. Ну скажите, почему? Угол поменяли. Угол поменяли, и все. А что же его держало до того, как он поехал? Чего же он не ехал? Значит, все-таки взаимодействие было? Было, конечно. Ой, какая тренинг. Было все-таки. Вот тут-то и начинается обман. Оказывается, у механиков это называется как трением покоя. Вот как только вам электромагнитное взаимодействие подменили на трение покоя, вы сразу стали мозговыми покойниками. Мозги не работают. В этом все и дело. Подмени слово, изменяется образ, и вы дурак. Я надеюсь, что уже потолка. Вот так вот мы имеем у нас этот кирпич. У него S1, S2 и вот это контактная поверхность S3. Что это значит? Вот это S1, это S2 и вот это S3. Это понятно? Они участвуют в взаимодействии? Рисуют. Какая прелесть. Итак, они поехали. Нам рисуют F-скольжение. Нам рисуют F-трение. Нам рисуют обижались там физики, когда я не рисовал этого, и угла F, при котором это скольжение начинается. А потом нам говорят F-трение равно Km. Вспоминайте? Вспоминайте. Вот я недавно был на марафон учителя в педагогическом институте и с преподавателем по физике говорил. Я говорю, скажите, пожалуйста, я здесь все правильно говорю? Да. Скажите, пожалуйста, а какое взаимодействие между вот этим и вот этим? Аня говорит, Юрий Степанович, очевидно электрическое. Ну что же вы не знаете, у нас так и записано. Я говорю, какая прелесть. Вы же выглядели просто удивительно. А как же тогда у вас получающие F-трение равно KM? А как же? Я говорю, а где же там электрическую вставляющуюся? Вот где вранье. С одной стороны говорят, что это взаимодействие электрическое, а считаю, там электричества нет. Вот. И, конечно же, ребенок дубина. Он не понимает, что это за бред. И он говорит, что он кто? Дурак. Он говорит, я не понимаю, я дурак. Ведь умные же люди, профессора, доктора, академики, а я дурак. Ведь они же это понимают. Их же учили. И все говорят, ну как же, в школе тебя обманывают. Ты соображаешь вообще? Он говорит, рыбников. Я говорю, я соображаю. А вот вы? Нет. Начинаем проверять эксперимент. Допустим, что они правы. Это делают. Пишем. F трения 1 равно KMS1. Мы учли вот эту поверхность. F трения 2 равно KMS2. F трения 3 равно KMS3. Вы согласны, что это надо было так записать? Конечно. Абсолютно точно. Но тогда получается, что S2, и S3, и S1 по условиям эксперимента не равны. Тогда они могут быть равны. И сила взаимодействия, математика врет. Экспериментаторы врут. Они что делали? S1, S2, S3 убрали. И все, вы понимаете, самое страшное? И все, как ты тоже. А как же получилось? Я не знаю. Не видят люди в этом проблемы. Вопрос заключается в том, почему малое, малое количество видят, а основной массы нет. Вот где идет обман. Вам подменяют вот эту часть. А как же вообще ее можно изъять из эксперимента? И эти уголовники рассчитывают силу действия. Они считать-то ничего не умеют. Они эксперименты сделали ложным, расчетные формулы сделали ложным, а потом получают на этом же доктору, профессору, академику, старцентру. Вот получается, какая ситуация это. А народ не видит. А если он не видел в школе, что таблицу умножения подменили на таблицу суммирования, если он не видит своему коэффициенту трения, говорят, появление метриция, показывает, это трение равно КН, да еще КН придумали, которого нет в природе. как это может быть взаимодействие, взаимодействие равно числу, в котором нет параметров. Это как? Ну и вообще абсурд. Каким же надо быть мерзавчиком, чтобы с наглой физиономии выходить и говорить, что я доктор таких наук и академий. Ну, до каких? Вот вы посмотрите, и они же, вот теперь обратите, они все там стелятся около президента. Именно таких он себе подбирает. Именно против, с помощью таких болванов он будет защищать академию. потому что я показывал, как это они, журнал «Химия и жизнь» в чистом виде. Евроуголовная, фашистская организация, которая показывала все планы, как надо уничтожать Советский Союз. Все. Как уничтожать русский народ, как готовить против него, я думал, ненависть разжигать во всех народах. У него там открытым текстом написано. А он бывший член комитета, государственной безопасности, не видит, но не замечает. Бывает и хуже. А? Бывает и хуже. Вот. Таким образом, мы видим, как только мы видим, что этот закон не работает, значит, и теория трения не работает. Почему? И вот, когда я в 85-м году защитил диссертацию и показал, что трение – явление электрическое, именно на этом взаимодействии я показал, что в контактной работе не учитывается главный параметр. А что же мы получаем в результате перемещения? В результате перемещения одной по поверхности по другой при скольжении мы получаем износ. И все вы знаете, когда носят ботинки там, грубо. Износ. А что же он такое? А теперь мы берем машины. Вот я занимался шлицевыми соединениями карданных валов, знаете. Они цепляют и передают в момент вращения. Есть износ видимый. Когда вы немножко поедели, кардан застучал, или там какой-то подшипник. Надо менять. А есть износ невидимый, когда он раз-раз, потом раз, зазор. А теперь главный вопрос. А почему же был металл, появился зазор? Что куда ушло, если износ невидимый? И все. И механики говорят, это нас не интересует. Это сложные процессы на адамарном уровне. Они нас не интересуют. На уровне Академии наук СССР и России. Я на последней конференции был в 2012 году, по-моему. Я говорю, механики, ну как же вам не стыдно? Вы везде пишете, что это сложные процессы. Ну как вам не стыдно? Чем тогда вы занимаетесь вообще-то? Если вы не знаете, почему износ материалы идет? Вот у вас конференции моря. Они меня почему пригласили? Они меня игнорировали 30 лет. И вот последние два года я достал их своим публикациям. Они меня пригласили на конференцию. Но ведущие сказали, что работа Рыбникова в эту конференцию не публиковать. У них под руками все ваковские журналы. А если ты не опубликовал за последние пять лет пять статей ваковских журналов в защите, не подлежишь. Такие правила они все сделали. Вот, когда я все это сделал, я взял ввел все параметры. Поверхность, силу нормального давления, скорость, что еще я там ввел? А, еще я ввел контактные взаимодействия. И все. Вы знаете, оказывается, никаких-то чудес нет. Только так на взаимодействие это то же самое, что и трение, по сути, выходит. А позже поясните. Трение, вот слушай внимательно. Трение это явление. А взаимодействие, вот смотри, есть трение покоя, когда стоит и когда движется. трение разное, когда подшипник крутится разный, разный трение, разный бывает. Поэтому трение это явление в конкретных условиях. А взаимодействие везде, во всех явлениях трение электрическое. Въехал. То есть, для того, чтобы это доказать, я сделал простейший эксперимент. Я на металлы, на одну из металлических поверхностей нанес диэлектрик. Износ прекратился. Для того, чтобы это показать, я ввел микроэнферментное. И если ток меньше, чем 10, минус 9, или равный, износа нет. а вот если ток больше течет, а это элементарно проверяется, берешь микроамперметр, шунтируешь его, знаете, кто занимается приборами, постоянного тока, и он вам показывает этот ток. причем там я установил важнейшую зависимость, что ток, кто течет по одному проводу. Это было в 85-м году диссертации. Но никто не хочет это признавать. Ни электрики, ни механики, ни электронщики. Они же врут. и как же это признавать. Поэтому мы их обязаны заставить макнуться в свое поганое вранье. И пусть они его черпают сами, мы им должны это показать. Так вот, ток показывает, а если ток уже за 10-6, начинается износ. И на этой основе я установил, что почему у нас в школах отменили преподавание по физике генератора вандерграфа. Оказывается, он это все показывает. я о нем вспомнил. Они все вспомнили. Это первое. Идеалит оборота. Генератор вандерграф. Потому что так все открытым текстом. Трение это единственное подчеркиваю, единственное явление в природе, которое показывает все процессы, которые протекают на земле. А нас втянули в дурацкое направление под названием ядерная техника. Причем они открывают новые элементы, время жизни которых меньше секунды. Дают ему название и пишут свойства предполагаются или не обнаружены. Числа открытые. То есть врут на каждом шагу. Они придумали тысячи элементарных единиц типа бозона, кварка, но ни одному из них не дали определение. А что это такое? Врут, врут и еще раз врут все. И бозоны Хиггса, и бозоны Хиггса, и кварки, и мионы, и бионы, чего только не напридумывают. А все очень просто. Берете два куска обменяло. Кто знает состав этого? Кальций и СО3, да? Начинайте его тереть. Трите, 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 весь и затрете. Кто-нибудь видел хоть один электрон на ядро. И не увидите это все только в дурных головах. Вот и все. Трите, вы будете получать только постоянный ток. И так с любым материалом. Со сталью, с медью, с оловом, всем угодно. Трите, можете истереть все, и ни одного электрона, ни одного протона, и ни одной отрицательной положительной зарядной частички вы не увидите. Все вы перетрете постоянным током. А когда я сделал это на порошках, размер которых меньше 60 микрон, то я уже получил очень хороший ток. И тогда я сказал, что на этой основе можно получить генератор постоянного тока. И никакая энергетическая болезнь нашему человеческому сознанию не грозит. Нас пугают эти уголовники с одной целью средства разворовывания сырья, сжигания его. На этой основе они живут, жалеют на нашей крови, уничтожают нашу родину, природу. Вот сегодня под воротижем никель хотят добывать, а под никелем там вы знаете, никель не простой материал. Рядом с никелем всегда существуют радиоактивные элементы. Заодно и там. Но народ там поднял хай, но кучка уголовников при власти имеет право хапнуть себе взяточки. Ну а поскольку взятки касаются только людей честных, а те, которые при власти они в юридическом праве, их наказывать нельзя, их можно только, если что, высылать в Израиль или еще куда-нибудь в Штаты за 5 миллионов долларов и их свободны. Их не сажают. Ну для островки посадили одного, ну уже выпустили и оказывается он невиновный скоро будет. Вот таким образом кругом идет сплошное вранье на всех уровнях. Я взял и вывел такую формулу для порошков ток электризации прям пропорционален поверхностной плотности заряда, удельной поверхности частицы и количество частиц. Это для порошков. Я ее вывел я взял и взял вот эти все паразиты для этого случая какая формула ваша? Какая? Для этого случая для вот этого? И ее я вывел значит ток электризации прям пропорционален поверхностной плотности заряда поверхности трения силе нормального давления и скорости и обратно пропорционален на работе выхода заряда что явилось основой вот женщина которая немножко физика ушла жалко значит мне пришлось вернуться к тому эксперименту о котором мы говорим и так мы считаем вот на этом промежутке мы проводим и получаем износ и там и там ну если мы не защищаемся от него а если произошел износ то что должно соответственно быть сейчас как заряд уходит какая прелесть мы должны зафиксировать постоянный электрический ток мы ставим эксперимент течет родной течет тогда мы говорим следующее если течет ток то какую мы совершаем работу кроме перемещения нет к сожалению работа выхода заряда таким образом когда нам пытаются придумать что f равно минус f это полный абсурд идущий от ньютона а когда мы говорим что работа по перемещению тождественной работе выхода и сразу пошел вывод потому что механики никогда это не считают они считают только статику а вот это вот поверхностная плотность контактная на каждом контакте и все и вот вам формула которая объясняет всю теорию трения до сегодняшнего дня она опубликована только в одном журнале трения из маска механизмов машин баковский журнал и то только после того когда журналы поставили на один уровень с конференциями российского и международного значения раньше они были ведущими а сейчас их приравняли ваковские журналы и статьи ваковских журналов и научных конференциях международного и общероссийского значения приравнены вы можете одними этими защититься конечно если на это пойдет совет а совет на это не идет он говорит а для нас эти указания у нас же Путин говорит неотвратимость наказания нам плевать что он там написал а есть постановления министерства образования постановления правительства но эта кучка уголовничков крепко держит в своих руках почему а уж и бабки надо брать с людей если хочешь защититься вот таким образом мы имеем самые простейшие но самые важнейшие для понимания мироздания формулы тогда мы возвращаемся к аккумулятору и говорим что все вещества только электровещества и никаких бозонов протонов нейтронов нет это все выдумки теогетиков бездарных теогетиков которые извращают систему знаний и оглупляют народ оглупляют со школьной скамьи и оглупляют на уровне высших учебных заведений а человек выходит с красным дипломом или аттестатом и думает что он умный вот где беда и доказать этому человеку после того как ему ставили бабки давали ему красные дипломы продвигали его по службе то есть чем у тебя выше все это получали как же они могут согласиться с тем что они болваны поэтому для того чтобы перейти от стадии оглупления я всем предлагаю не пугайтесь обращайтесь к зеркалу все дураки там если хотите его дойти и начинайте все проверять проверять и еще раз проверять тогда вы самостоятельно обретете не хочу этого слова говорить но лучше чтобы оно было рефлекс самозащиты то есть никто вас никогда не обманет потому что вы сами в состоянии проверить и вот я всем говорю не задавайте мне вопросов задайте их себе попробуйте на них ответить ну уж если не ответили то в вежливой форме многие так делают Юрий Степанович извини говорит по тупости разъясни а то я никак не въеду ну не въеду но хочу я говорю пожалуйста если человек подходит с такими вопросами я ему подробно хоть я тысячу раз объясняю любой вопрос раскладываю а есть люди которые хотят меня подводить ну с такими я соответственно поступаю соответствующим образом мне приходится их тыкать до такой степени пока они сами убеждаются в своей тупости я их подвожу до такого уровня когда он уже увидит что и тут он тупой я вот всем рассказываю этот пример закон всемирного тяготения вот все говорят что я очень не люблю Ньютона Эйнштейна я говорю вы знаете вот как к людям я к ним ну 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 никакого у меня злака нету ну нету хоть ты меня убей ну Эйнштейн 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 Ну вот за то что он врет я ему больше он нерзал вот за что я его не люблю я люблю и не люблю его за его действия но если ты дурак мало того мне многие говорят Юрий Степанович его законы переделали я говорю я понимаю я понимаю что если Пифагор и был то он глупость такую не сказал бы что 2 умножить на 3 равно 6 но не мог он этого сказать потому что у него есть классическая формула если это его сумма квадратов кафедр равна квадрату гипотенузы там он что-то показывает что А умножить на А это не сумма 2 А это А в квадрате и В умножить на В это тоже не сумма а произведение или степень В квадрате все равно она С в квадрате он четко показывает сумма это сумма умножение произведения степень это совсем другие вещи но нам то в школах в институтах заставляют считать что умножение это суммирование и только тогда тебе ставят положительный ответ отметку не дай бог ты посчитаешь не так я все проходил и поэтому а как же ты выучился я бы не такой уж я же дурак чтобы преподавателю не написать то что он хочет я же знаю чем хочет он хочет чтобы я написал в своем решении в дурацком так как он хочет но я ему и пишу но это не значит что я с ним согласен за это ставят оценки за это дают стипендии за степень оглупления поэтому нормальное как это говорят есть такой как мне говорят некоторые похабный анекдот есть похабные анекдоты которые говорят что мы тебе не будем больше плохо делать он говорит ну и хорошо я вам тоже не буду но только у каждого свое ты одно плохо делаешь а я тебе другое я не вижу того что ты со мной делаешь а ты не видишь что я с тобой делаю ну и вроде бы в расчете вот поэтому когда мы имеем дело с теми кто нас пытается обманывать мы имеем полное право этими же аргументами нащелкать им по носу и отхлестать по щекам и вот я неслучайно вам говорю про закон всемирного тяготения все мы его знаем я почему говорю студенты начинают говорить ну как же мы умные я говорю а вот мальчик трехлетний умнее вас так он подходит к папе и говорит папа купи мне шарик а папа ему покупает что резиночку он говорит папа ну ты что совсем что и чё ребеночек он что закон изучал что нет вот когда ему покупил резинку он говорит пап ну шарик какой круглый папа на ниточке и летает скажите пожалуйста ему кто-то этому учил его просто не сумели одурачить в школе потому что он туда не ходил до трех лет в школу не пускают поэтому мы пишем а я знаю студентов в электронике преподавал вы закон помните семерном тихотине из двадцати один два стоят с горем пополам я им записываю поэтому хоть проверяйте ладно пишу м1 на м2 деленное на r квадрат f ньютона коэффициент плотности я говорю это м земли это м шарика ну и м земли мы взвешивать не будем какая ни была она остается такой не имеет а вот м шарик мы можем вот так вот взять положительную весу она будет весить х мы туда задуваем делей скажите масса увеличивается? исходя эксперимента масса увеличится масса увеличится увеличится ой какая прелесть а если мы еще ниточку привяжем к системе еще увеличится ой какая умница плюс масса ниточки таким образом вот эта система масс что сделала? увеличилась шарик куда летит? вверх а должен по закону ньютона? вниз вниз чему в школе кучит? закон Архимеда учит в школе тихо тихо а это какой закон? ньютон ньютон а какое отношение он имеет вообще к плотности вот в чем все и дело мы то изменили что? плотность вещества системы а он нам выдает что это его закон врет в наглую а потом говорят ты не любишь евреев ну что ж ты врешь я их люблю ну мерзавец что ж ты обманываешь всех? вот те проблемы дальше идем если бы он хотя бы ввел условия что если мы вот эту массу добавляем веществом плотность которого больше чем плотность вот этого м м шарика вы со мной согласны? тогда бы закон выполняться бы и так делают все аэронавты они летят на чем? на шаре на корзине с корзиной да и они начинают стравливать воздух теперь объясняю значит что получается что и в этом случае определяющим фактором что является? плотность но ведь врет мерзавец что масса вот где проблема и когда вам извернули мозги что вы можете понять а там еще такие деловые болтунные политики будут ссылаться на эти законы какие они умные они с высшим образованием и так далее и так далее вот я учился я преподавал что ты преподавал такое же вранье вот где проблема таким образом никакого закона семейного тяготения нет никакой тяжести нет и я всем показываю классический пример Бауров такой был в этом у Королева я был у него на фирме он делает центрифугу и показывает что прибор подчеркиваю прибор показывает что якобы теряется масса при вращении помните да? не помню такого эксперимента вот это испытуемый объект теряется наверное вес начинают крутить ну это центрифуга обычная для космонавтов тоже где нагрузки и говоря что вот прибор вот здесь показывает что масса теряет вес она становится меньше чем первичная скажите пожалуйста вот вы на секундочку ставим вместо этого образца ну я всем говорю представь себе что ты чушка чугунная но ты человек все-таки с головой скажи пожалуйста в тот момент когда тебя крутит как ты думаешь куда у тебя масса уходит? никуда 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 это врет прибор и врет тот кто этот прибор сделал а утверждает что масса теряется ничем она не теряется потому что когда ты ознавил прибор человек встает и идет с тем же с чем мы пришел но ведь теоретики врут на каждом шагу и потом нам приводят какие-то эксперименты гиповые как же ты можешь потерять массу? не можешь и вот и Бауров он там в журнал ввел физика в России и вот на все его голематье держались эти заказы он там получал зарплату хорошую получал журнал выпускал и чизнался одним из ведущих теоретиков и так где бы вы этого не делали теоретики пытаются дурачить поэтому я всем говорю я не теоретик я только практик и я аккуратно показываю как все теории лгут и теперь поэтому даже ваша а? даже ваша а у меня нет теории вот я с этого иначе я не занимаюсь теориями и вот тогда я всем говорю нельзя верить ни одной теории почему? потому что если вы возьмете слово теоретик вы возьмете советские энциклопедические слова и проверьте что означает теос не знаете? бог греческое оказывается опять у нас на русском языке ну нельзя брать это бог а дальше идет тик божественный тик а если написать по-гречески тогда получается великий человек теоретик во где враньет сидит и все эти теоретики целенаправленно врут они то и являются академиками и фундаментальные теоретические нам нужно изучать этих холуев бандитов которые дурачат народ вот где сидит проблема и так я могу вам показать на любом законе почему? потому что слово масса определения нет слово энергия определения нет слово заряд определения нет всему этому дал определение я я патентовер и дал всему определение вы знаете все стало на место но когда ты даешь определение тогда все теории рухнули как карточный домик все до одной и поэтому среди академиков профессоров и докторов а нам еще говорят и философы и правители кто знает какую фразу? классика без теории нам смерть любая теория имеет право на существование на существование или на жизнь и опять врут только лживая теория имеет право на существование и жизнь правильная теория не имеет права на жизнь потому что тогда вся наука что сделает? закончится а как же такая масса уголовников которые дурят народ за счет чего же вы их кормить будете если они не смогут обманывать ведь цель любого государственного аппарата уголовная цель из нас делать дураков чтобы можно было легко грабить и управлять об этом классически сказал Греф в своем ролике он говорит если народ поумнее им управлять невозможно читайте и это его пугает и это не его это всех пугает поэтому основная задача власти оглупить а потом и ограбить и поэтому эта система называется СИООН система иудеев обоваривания и ограбления народов и вот классический вам пример женевские заседания по Украине они там между собой договорились где остановиться русский фактор стал очень опасным для сионистов это дело надо притушить и мирно удушить и на Украине а то все русские готовы идти из России на помощь и Крыму и восточному и югу русских земель под названием Русь Киевская Русь Московская Русь другая Русь у нас и Суздальская была и Новгородская а сионисты придумали свои уголовные политические названия а народ не заметил и думают что так оно и будет до тех пор пока вы не поймете что для защиты своих интересов мы должны создать свое государство русов чтобы никакие там картава шипящие рычащие говорящие не могли уродовать сознание нашим детям нам и нашим внукам и правнукам тогда все станет на свое место но помните что уже сегодня это сионистская банда считала что они нас до такой степени оглупили оглупили что теперь они безболезненно нас уничтожили но оказалось что все не так оказалось что русские могут защищаться что русские могут создавать свои органы народные защитные причем народы мира тоже стали понимать что россия и русь это не одно и то же украина и русь это не одно и то же украина это уголовная политическая структура которую придумал бланк ульянов джуга сталин и лейба бронштейн три друга советский союз придумали они со своей шайкой и создали систему подавления сознания и жизни русов с помощью нации анальных республик нации анальных автономий нации анальных округов а коренной народ русы оставили без политически защитной партии без территории без ничего вообще тихо тихо и без права создавать только одному народу самоопределяться что они сделали в семнадцатом году эта кучка еврофашистов террористов уничтожила на территории россии русское право и вела ютическое право ну а теперь я надеюсь я на ваш вопрос ответил вы так хотели знать когда все это случилось помните Евгений Александрович что даже в девяносто первом это как бы из последних этапов то что они сделали из гимна убрали строчку сплотила навеки великая руси так как русска была настолько сильна что смогла сделать такую огромную работу все разговоры без ее участия о том что что-то там сейчас хотят у нее восстановить улучшить объединить не получится без руссов ну дело все в том есть такое понятие пока есть русы есть кого грабить есть шея на которой можно касаться кататься вернее есть кровь которую можно пить и до этого всем малым народом за счет руси все делается я привожу свой пример я в восемьдесят восьмом году в Таджикистане три месяца жил в городе Исфалета свою установку делал там было три главных специалиста главный инженер Иванец главный механик и главный технолог и вот главный инженер пришел говорит Юрий Степанович у меня большие проблемы я сельскохозяйственные светильники крашу через шесть месяцев рекламации приходят светильники выходят из строя карадируют сразу шесть месяцев и можно его выбрасывать ну и я несу убытки а делать все равно надо план-то выполнять надо вот как бы мне от этой проблемы уйти ну мы же не договорились я ему разработал проект передал ему расписал какие материалы ему нужно закупить ну и так далее и так далее и говорю я к тебе приеду месяца на два на три и в моем присутствии мы с тобой сварим соберем наладим он за три месяца я говорю если ты все предварительно сделаешь что мне надо значит за три месяца сделаем и вот за три месяца я ему все сделал вместо девяти сот штук в смену он стал красить девять тысяч у него работало девять маляров стало работать два номера при той производительности и вот когда он за три месяца выполнил годовую программу и стал всех остальных заводов работать на себя он сказал Юрий Степанович ни одной рекламации почему ну во первых я им предложил порошковую технологию окрашки вместо жидкостной во вторых я ему сделал установку автоматизированную у нас в стране тогда таких было очень мало и покупали за большие доллары за границей я ее сделал самостоятельно и вот первый случай когда умники генераторы теоретики не знаю процесса а у нас там таких много было файнберги там рейтинштейли и другие я не знаю кто из них посоветовал вместо эпоксидной краски поставить полифирмен ну естественно качество покрытия резко ухудшилось и они мне говорят Юрий Степанович там прийди наладь садиться плохо и уже пошли эти рекламации я говорю а почему вы со мной здесь согласовали а вы понимаете они разработчики и они внесли свои изменения ну так калькодержатели называются я говорю да это не ко мне тогда что бы я вам не сделал они вам все обгадят или вы берете на себя самостоятельность и меняете и возвращаете эпоксидные краски на место и тогда я вам все сделаю и они будут у вас великолепно работать или вы служите разработчиков или калькодержателей которые разработали вам этот проект и светильник то есть они считаются хозяевами дело все в том что у нас так уж установлено что бы выпускать стопроцентный брак конструкторов от технологов везде отделили и до сих пор так конструктор и технологов должно быть одно лицо а у нас ведущая роль занимает конструктор и он является собственником а технолог ни кем не является ну так мальчик на побегушках вот это первое целенаправленная деятельность против нашей экономики это хорошо продумано и оно работает великолепно а потом там наступила революция я в восемьдесят восьмом был а в девяносто первом году там в девяносто втором революция пришла к ней тоже ну естественно народ разбежался по аулу качество плохое и он мне приехал в замдиректора и директор я уже не помню кто и говорит Юрий Степанович я тебе там и доллары платил я говорю я бы тебе помог ну скажи мне год назад что ты делал он обвинил главного инженера главного механика главного технолога что они сознательно разрабатывают плохие технологии плохо руководят заводом и вообще они воры ну за счет этого получают незаконно и премии и все остальное ну и когда они приехали в Москву я с ними встречался я говорю ты что с ними делал скажи пожалуйста там про меня плохо не говорил я ему так я говорю так вот запомни я к тебе не поеду даже за горы золото мне золото твоё не нужно и доллары тем более а вот то как ты поступил с людьми которые у тебя подняли страну ведь ты же сам знаешь что без камчи в восемьдесят восьмом году без камчи люди не выполняют никакого решения если человек ходит с камчу в сапогах или в кармане специальная такая штука тогда это начальник нет камчи ты не начальник и вот главный инженер ходил с камчей понимаете он сделал все главный инженер он собирал людей с аула он организовал кормление на заводах приходят их завтра в обед в ужин кормят ну и так далее и так далее там повысилась и рождаемость и все так вот за это их выгнали и обалдали я не удивляюсь я когда вам показывал вот здесь вы все видели выступление Советкина из Мордвы ну что такое была Мордва сейчас они не знают только потому что там есть хорошая школа кого ходоков они там чемпионы мира ходоки но нашелся кретин Советкин который официально на конференции по национальному вопросу иммиграции сказал а русских надо уничтожить чтобы их вообще не было и вы знаете с президентом как в нашем анекдоте хоть сы в глаза божья роса он не видит этого они видят только тогда когда кто-то кто-то начинает говорить об антисемитизме и вот эти все передачи Еврошоу на телевив видение заключаются именно в этом и сегодня именно поэтому запрещено говорить о Украине и юго-востоке русов нужно говорить о России и россиянах ну и так между прочим об Украине то есть русофобия вот уже 300 лет на нашей земле уголовниками террористами революционерами всех мастей открытым текстом ведет борьбу против коренного русского народа мало того я вам обещал и обязательно принесу журнал в котором так и написано разжигайте ненависть ну естественно к нам у малых народов журнал химия нет я им их и жизнь все это есть это шайка уголовников буквально телевив видение им представила не один раз экран которые сказали что Крым надо отдать и вообще это неправильно когда мы защищаем русских в Украине наверное вы их видели новодворское боровой и пахачье и пахачье как там и язычные вот о чем идет разговор это банда любыми путями стремится уничтожить всякое здравомыслие на русской земле и вот они приходцы 91 года выкормаши сионистов из штатов они там проходили все подготовки и сегодня в средствах массовой илудизации имеют первое слово какие вопросы там все спросите еще раз а Левашов а Левашов ну ну Левашов человек интересный у него есть ряд работ которые посвящаются русскому народу его древним ведическим знаниям я полностью полностью согласен с рядом его работ России с ножом в спине но я не согласен что это Россия а Русь я не согласен с ним когда он говорит о России потому что надо говорить о России и русах а не россиян хотя я полностью согласен с его содержанием о замалчивании о Руси ну я вот рассказывал что буквально недавно вскрыли в Австрии как уничтожали русов и русинов создаваем концлагеря а потом говорят о русских никогда не было а сианист этот как его Соловьев он говорит я русский и все мы тут русские но этмоса русов никогда не было то есть они уже считают что они не только уничтожили огромное безнаказанно причем это шайка бандитов уничтожило русов а теперь говорят что их вообще не было и нет а кретин есть такой лобков который говорит ну какой же он народ если он ничего после себя не оставил обращаю ваше внимание а он никогда не говорит а сколько уничтожили сианистов но все они уничтожили не смогли в частности они не смогли уничтожить и древний еще трусов они не могли уничтожить и периодическую систему древних русов которая показывает что очередная группа сионских террористов вместо знания русов периодической системы придумали религии все символы которые сидят в модели этого атома я говорю инь-янь полумесяц для исламистов зольтик для индуизма беседка для индуизма крест для Руси таким образом все религии вписываются вот в эту систему и только одна иудейская система из треугольников не вписывается в эту систему вот где оказывается корень злато она построена на точках линиях и треугольниках точек в природе нету прямая линия о которой все говорят размера не имеет и они утверждают сегодня в школах что самая жесткая фигура треугольник они не говорят что это так на плоскости они утверждают что это так они любыми путями вводят понятие например на солнце все знают что это шар или близкая к шару форма они называют это звездой но ведь есть же отличия между звездой и солнцем солнце называли планеты вернее системы у которых более трех планет звездами называли менее трех планет так у сколько у солнца планет конкретно в нашем случае больше 9 это солнце а звездами называли почему же от размера а почему же от количества планет изменяется форма форма не изменяется найди-ка мне круглую звезду да не имеется ввиду что звезда в виде пятиконечной звезды или шестиконечной звезды тогда о какой звезде идет речь али точно так же вы говорите например дурак дурак постоянно употребляйте это слово дурак по древней руси системы а тут двое поле раз свет разума к система это человек способный обрабатывать данные левому правому правому полушария одновременно это совершенно подменили понятие я должен вас огорчить значит первое что если у вас в голове два полушария то как я всем уже говорил как минимум вы полудурок потому что полуяйца и полуглаза у человека ни одного не нашлись у всех полноценные и глава цены и ящик из двух половинок правая и левая и какого еха половинки бывали их тоже в долгах из двух в природе естественно только за полные законченные единицы полноценные а полу только у придурков в полу это же имеется ввиду что это не знаю у каждого свой вид и каждый свое имеет а когда мы говорим о единицах это полноценное пол коровы вот я один целый единый но у меня есть правая рука и левая рука в левую руку а вот если полушария а вот если полушария то такого не бывает в природе бывает только шария но вы прицепились опять к слову конечно а слово то это образ милый мой вот в этом то все и дело и вот когда я говорю об этом то когда вам говорят на шар что это звезда то посмотрите до какой степени вас считают дураком вот и все наконец-то вы опомнитесь с чего все начинается что начинается с подмены слов это и называется программа зомби а где гарантия того что те теории которые есть у вас хотя бы на теорете у меня нет теории не построены на ложных подмененных знаниях конечно ой какой ты молодец давай проверять я всем говорю давай проверять как только мы начинаем проверять узнать подтверждается вот я не случайно даже принес вот эту вот табличку покажи ему посмотрите наверное ее не видел сейчас тебе покажут оказывается электроны в облаках но не индивидуальны вечно с отрицательным знаком а вот я уже показывал у меня есть лекции Жаре Салферова знаете такого? у меня есть инограмма первые лекции Зареса Иван Салферова вышедший в эфир на телеканале Культура в рамках проекта Академия вот он здесь черным по белому пишет когда ему студент задает вопрос скажите пожалуйста а электрон есть? он говорит не видел не знаю но знаю другое что когда Джозеф Томпсон пришел к рентгену и сказал что он в его лучах обнаружил отрицательную частицу и назвал ее электроном он говорит вон из моей лаборатории и чтобы я тебя в моей лаборатории с электроном с твоим не видел потому что никаких отрицательных частиц в моих рентгеновских лучах нету я исследовал и не гони пургу нечего тебе делать в моей лаборатории я запрещаю это слово произносить в моей лаборатории но этого академики картаво-язычные не видят это сказал Жаре Салферова а не я и поэтому когда вы пытаетесь говорить что какие-то теории я придумал я показываю что я только проверяю все теории и показываю их несостоятельность от своих я ничего не придумал я взял периодическую систему Дмитрия Ивановича Неделеева нашел там ошибки я их исправил оно вылилось в такую периодическую систему потому что он утверждал что периодическая система должна иметь периодичность а у него она не имелось он утверждал что все химические элементы расположены на возрастании атомного веса стало быть каждый атом любого материала в зависимости от веса и тяжелее когда я стал проверять оказывается что и это условие не выполняется когда я сделал по его определениям что должно так быть и показал как это сделать я опять пришел к этой периодической системе вот в чем вся хитрость а я никаких теорий далее я только что вам показал что любое вещество при трении генерирует постоянный ток я опять показал это ложная теория механистического трения в школах пишут что трение электрическое даёт это трение равно каер собирает гнусность с одной стороны и с другой стороны и начинает втюривать детям мозги дальше я показал что генератор вандерграфа которым впервые были получены токи с помощью которых они расщепляли как они говорят яда ну большие заряды изъят пешкольной программы в чистом виде трипо электрический генератор а вы говорите что я теорию придумал я не придумал я показал что электрофорная машинка одновременно совершает работу выхода заряда механическое перемещение разогрев накопление электрических зарядов создание электрошума а когда подводят заряженных два шарика то между ними происходит электроискровой плазменный разряд в результате которого идут все виды излучений гамма, бета, альфа рентген, ультрафиолет инфракрасный ультразвук радиоизлучение всех диапазонов так что я придумал я просто открыл ту ложь которую нам преподносят академии и институты и школам у меня теории нет я так же говорю если у вас есть знак плюс и называется он сумма если у вас есть знак минус то это означает знак вычитания а вы ему дали сколько свойств что мало того что он символ знаков вы его привязали к какому-то числу и сказали что число отрицательное и сказали что число положительное это как? числа это абстракция в этом все и дело и оно не может быть ни положительным ни отрицательным это абстракция мне Демидович доказывал на этом по математике марафоне учебном я говорю как же получается что ваша математика вот мы с вами стоим вдвоем умножаем на ноль получается что математика сожрала вас и меня а зачем вы людей умножаете на ноль? а я ему говорю а что на ноль можно умножать? цифры я говорю ну-ка найдите мне хоть одну цифру как я ее могу умножить? это опять абстракция? да математика абстрактна тогда кому она нужна? кому она нужна? это ваша поганая абстрактная математика для вранья только для вранья а если мы хотим считать то мы считаем предметы а предметы можно суммировать только одинаковые а у вас классический пример 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3 плюс 5 сумма выделяем из этого 2 плюс 2 плюс 2 а это уже оказывается умножение как с плюсами? вдруг стало умножение ну че ребята? и вот такую дурь это не моя теория это моя метода проверок всех ложных теорий вот этим я занимаюсь и показываю и когда человек не контролирует в словах о чем он говорит тогда с ним все понятно и когда он шар называет звездой то вы меня извините у меня к нему такое отношение все мы знаем звезда звезда мерседес 3 звезда крест пятиконечная звезда шестиконечная звезда восьмиконечная звезда чем они характерны? острыми уголами как обязательно разрушением на концах отсутствия да но это же фигура плоскости это же плоскостные фигуры ну почему же если две звезды плоских сделать объемными они будут объемные звезды как вы представляете пятиконечные звезды? объемные? ой мой золотой швадик кремлюк там увидишь с двух сторон объемная пятиконечная звезда ну что ж ты такой незрелый то там объемная вот она имеет такой объемный она все равно плоская объем не как шар а стоп вот видишь наконец-то ты понял что когда идет разговор об объемах то имеет место быть только шар ой вот это ты меня просто порадовал действительно все остальные объемы плоскостные хоть они и имеют объем а вот если мы говорим об объемном измерении то обязательно шарами именно поэтому я вот сейчас веду разговор с человеком который занимается астрономией и я ему говорю вот как вы считаете вот мы знаем интересный момент такой что у нас планеты вокруг Солнца а теперь я вам задам вопрос скажите пожалуйста вот вы человек вроде бы как бы можно назвать вас русским потому как вы к нам сюда пришли или даже русским хотя есть над чем подумать но русским точно можно назвать вот скажите пожалуйста как бы вы могли назвать кроме звезды Солнца светило, ерило ой какая преть по свойствам светило светит светило грелка ну никак не звезда вот все о чем вы говорите к Солнцу подходит мы все знаем что Солнце светит мы знаем что Солнце светит это одна из его но я имел ввиду что звезды вернее системы где вот шар огненный светит они бывают разные бывают больших размеров бывают маленьких размеров бывают сверх гигантские и для того чтобы возможно я предполагаю возможно что в древности отличать одну систему от другой системы от третьей системы чтобы не использовать три или четыре или даже два слова было использовано всего одно слово либо Солнце звезда либо Герилл и тогда сразу понятно как раз к этому и призываю когда нам говорят что 2 умножить на 3 это только для того я тоже только скажите что вы суммируете вы же суммируете почему же вы говорите что вы умножаете что же вы врете вот и никакой никаких проблем в математике достаточно только вещи назвать своими именами и все и нет проблемы так вот представьте себе это банда академиков математиков как врет всего то надо где сумма ставить сумма а где умножение пишите умножение и все и нет проблем точно так же когда мы и говорим про Солнце Солнце светило Солнце нагреватель сфера шара имеет форму шара или близкую к нему но никак не звезда теперь дальше есть такое понятие у нас на Земле звездная болезнь как вы это увяжете? Солнечная болезнь? Ну как? Звёздная болезнь у футболистов, у хоккеистов, у артистов. Как вы это уверены? Именно на этом я и стою. Что как только вам подменили сознание, а там он светило. Говорят, светило науке, светило артистизма, светило хоккея. Ну нормально. Но когда нам говорят о звёздной болезни... Там могут быть и не светило. Да. Звёздной болезнь он играть не умеет. Но звезда. Сказали, что звезда. Чёрный пиар и уже звезда. У нас же как этих... Он может быть темнело. Я не знаю, как у нас их называли прошмонтовками, которые бедни пели, а под них крутили музыку, а не ходили, только рот разевали. Зато миллионы хапали. Звёзды. Они звёзды. Фонограммы, да. Да, под фонограмму играли. И звёзды были. Вот где звёздность-то. Подмена. А когда и поёт человек своим голосом... Вот сейчас показывают... Я балдею, когда детей показывают в этом... В голосе. В голосе. Кто их учил? Это же талантище. Он уже поёт сам. Его никто не учил. Когда поёт, смотрят эти... Артисты, они говорят... Да я... Мне... У него можно учиться. Понимаете? Я всегда вспоминаю Пиле. И великого тренера Фиолу. Когда Пиле там 15 лет пришёл. В сборную его взяли. Вот. Ему говорят... Ну, мы надеемся, ты из него сделаешь классного футболиста для сборной Бразилии. Он говорит... Вы знаете... Я думаю, что если я буду на него влиять, я могу только испортить. Я только помогу ему. Не мешая развиваться самостоятельно. Вот был умнейший человек. И не надо из него было делать звезду. Он уже родился талантом. И тогда... А у нас... Под понятием звезда. Как говорил... Я вложил в него деньги. Я из него сделал человека. А сегодня у нас звезда Прохоров. Я всем рассказываю. Научился золото грузить. Домой так сказать. И стал миллиардером. Он грузчиком работал. И у него 17 миллиардов. Грузчиком работал. Вот такие звезды у нас. Золотые. Ну и многие другие политические звезды. Которые в небесах не были, а звезд нахватали. Так что важнейшим моментом является... И очень хорошие... Я всем говорю. У нас очень хорошие русские поговорки. Вот, например, все знают такую поговорку русскую я привожу. Беда, коль сапоги начнет точать пирожник. А пироги нам будет печь сапожник. Классический пример. Путин какого-то мебельщика назначает кем? Министром обороны. Экономистов у нас еще оказывается заодно. Уничтожение армии. Разворование ресурсов. Уничтожение... Разрушение военной безопасности страны. А как он не виноват? Пять лет воровал. Собрал там кучу уголовников вокруг себя. И он подписывал все бумаги. А как он не виноват. И Путин его не видел, как он воровал. Это вообще... Первый человек был главнокомандующий обороны страны. и министр обороны. Разворовывается, уничтожается армия. И президент не видит. Шутка. Сказал бы Николь. Шутка. И что? И что это? Ошибки что ли? Не надо свои ребята... Целенаправленно и систематично. И это идет постоянно. Об этом идет и разговор. Поэтому... Всем... Шипяще язычным, кортаво язычным, рычаще язычным ставлю. Учитесь жить на русских поговорках. А вы говорите, что мы вам ничего не оставили. Достаточно одной поговорки, чтобы высветить всю банду от президента и кончая последними мелкими воришками, которых прикрывает суды. Представляю вам, как вы говорите, националистические судьи. Дошли до того, что в суде и в следственных органах признали, что человека, которого ударили кулаком, умер не потому, что его ударили, а потому, что асфальт его убил. А тот, кто ударил, невиновен. Вот в чем весь вопрос. И это на каждом шагу. Никто из политиков за развал государства не пострадал. А такой абсолютно правдивец Кенкенштейн, знает такого, да? Кенкенштейн. Он прям в открытом интервью так говорит, ну никто не знает, как развалился Советский Союз. Ну как же никто не знает? Все видели, кто это делал. Все видели, каким путем делал. А никто не знает, как он развалился. А почему? А потому что все они сотрудники КП, Союза Сионистов. Цель которых – развалить страну. У них все же коренной народ. Они и не видят. Они делают, но не видят. Они же такого уровня у них мозги, что они не понимают даже, что они делают. Вот он, математик. Он не понимает, что он делает. Он пишет, что 2 умножить на 3 – это будет 2 плюс 2 плюс 2. Ну такие они тупые. Все, понимаете? И они все там. И они все не знают о таблице умножения. Они не знают, что никаких электронов нет. Ну не знают. Ну теория есть такая. Но они же не знают, что ничего отрицательного в природе нет. Вы знаете, что смущает? Как-то странно. Корабли летают космически построенные по тем системам, которые… Кто же это вам сказал, что они по тем темам? Я всем об этом и говорю. Нет, я имею в виду, что все вот эти знаки, мел, доска – это способ передачи информации друг к другу. Термин тоже способ передачи информации друг к другу. На этих терминах построены висмодромы и все остальное. Ну а теперь я тебе объясняю. Это средство – оболванивание. Ну ракеты летают. Вот скажи мне, я хоть раз сказал, что ракеты не летают? Нет, они нет. Нет, ну какая? А теперь я объясню. А как тогда получается оболваненные вот эти вот… Объясняю? Объясняю. Скажи, пожалуйста, их же нет? Нет. Нет. А я вот с 14 лет был слесарем. Вот 27 лет я пошел только учиться. Так вот, когда я работал рабочим, а думаю, что не секрет тебе, что только рабочие создают оборудование, и ракеты, и машины, и пресс-формы, и все остальное. Они делают, не ученые. Ученые руками не ковыряются. Был один я такой, но я стал потом. Когда после работы окончил высшее образование получил. В 27 лет пошел, через 5 лет, через 6 почти я в заочном учился, получил высшее образование. Через два года я пошел в аспиратуру, защитил кандидатскую. Потом я стал ученым. Так вот, ни одному рабочему вот эти дурные вещи не нужны. Он приходит и говорит, что там не работали. Останавливая, разбирая, сейчас все наладим. Рабочий. А ни один инженер не сделал ни одной машины. До тех пор, пока не опустился до уровня слесаря, механика. Или стадивара. Или этого, пока сам своими руками не увидел, что где и как надо делать. А теоретики, о-о-о, они не опустят до такого уровня. Поэтому и летают, и самолеты, и ездят машины, и плавают корабли, а под водой еще и подводные лодки. Только потому, что ученые их не делали своими руками. А что они делают, я вам показал. Коэффициент реальный, вы думаете. Теорию чисел. Считают, сколько будет знаков, число Пи. Кулеша посчитал, что оказывается все заканчивается. 3,1428. То есть 15,15. Можно еще примеры? А потом можно писать сколько угодно знаков. Там 30 нулей, потом опять повторяется. А они, подчеркиваю, они уже не имеют смысла. Почему? Смотрите. Это целое, это дробное. 30 нулей. Что считать? Если ты дурак и не понял, что этого вполне достаточно для любого результата, ну степень ошибки. В пятом знаке. Ну что считать миллион знаков так? Ну кретинизм. И только кретины могут заставить людей считать глупости. Понимаете или нет? И потом говорится, вот мы уже досчитали 3 миллиона знаков, и вы знаете, еще девица. И что? Не, ну и что? Вы только вдумайтесь, какую дурь, из чего создают проблему. Вот где проблему вселенной. Так что об этом я все время и говорю. Когда ученые бы думали о том, дорогие мои, есть ли реальные факты? Какое может иметь значение коэффициент? Не подумайте, что я хвалюсь. Было время, когда мне предлагали в академию наук начальником отдела пара академиков известного. Говорит, Лёй Степанович, но только там вот какая задача. Все, что вы говорите, и все, что вы не говорите, надо перевести в коэффициенты. Я говорю, вы знаете, я из другой деревни. У нас там дураков, говорю, нету. А вы ищите тех, кто вам будет этим заниматься. А мы вам должны начальник отдела академии взять. Я говорю, вам нет. Ни должность, ни звание. Я уважаю человека в бане. О, когда он горенький и на равных. А то нацепляют значков. Напишут титулы. Академик, доктор, профессор, политик. А мне он кто? Пустозвон. Если нечем себя представить, то надписями, значками, медалями ты себя не представишь. Это только для дураков. Потому что кто тебе их давал? Такая же шайка. Возьмите любой совет – коррупция. Возьмите любую организацию – коррупция. Ну вот вам классический пример. Какой-то уголовник говорит, я вложил деньги. Я хозяин. Товарищ Парас, ну где ты взял? Ты меня грабил. А потом говоришь, а я тебе работу дал. Да имел я ввиду твою работу. Если бы люди осознали это и сказали бы, пошли вы все. Хозяева. И работайте сами. И вкладывайте деньги сами. В один день бы козлы поумнели. А то он наворовал, он организовал продукт общественный. А собственник один. И закон написан. Вот теперь очень важно. Я научно-известную работу провожу. Меня финансирует какая-то контора. И это будет собственностью тех, кто финансирует. Это как? Он что-то сделал? И даже патент, который я сделаю изобретение, тоже считается его. Он уже финансировал. А? Он уже финансировал. Вопрос. Если контракт подписан, и ваша подпись там стоит, и вы согласились на все эти условия, которые там есть... Я, в отличие от некоторых, я их предупреждаю. Я говорю, дорогие вы мои, значит так, патент мой. Если вы хотите, чтобы я вам разработал, завтра же я подаю заявку на все изобретения. А вы получаете только право первого лица, который может у меня предложить выкупить эту патенту. Черепроизводство и патент. И все. Такая же ты говорила рабоча. И все. Да ладно, подожди. И все. И они сразу говорят, нам не нужен такой человек. Я говорю, а дураков-то, ребята, ищите в зеркале. Найдете? Вам повезло. Но я из тех, которые заранее давали. Если вы можете найти, пожалуйста, ищите. До свидания. И если бы каждый соображающий человек, а я всегда говорю, отличал. Вот это умножение. А вот это суммирование. Он бы так ему ответил. И ни одна бы мразь не каталась бы у вас на шее. Все вы. Все не хотите, не надо. И все. Но алчность или недопонимание своего положения, поскольку они унижают как только могут. Я же знаю, я читал эти лекции студентов. Изобретателя доводят до такого состояния, что изобретатель, который стоит миллионы, по их формулам стоит копеек. Там на каждом шагу стоят коэффициенты. Для машинное строение такой, для этого такой. Расчет по прибыли такой, расчет по прибыли. Везде. Больше двух процентов изобретатель не имеет возможности. Да и пошли, видно. Я прям всем, когда ко мне подходят, я говорю, значит так. Пятьдесят процентов ваши, пятьдесят процентов мои. По-доброму, по-русски. Да и я, да и я, да я вложил. Я говорю, сколько ты вложил? Сто тысяч долларов. Я говорю, дурачок, а я сто миллиардов. Как? Я говорю, а как ты думаешь сообразить-то? Вот я эксперименты дома и проводил. И затратил на это сто миллиардов. Так что, твой процент очень низок будет. Он, ну ты что, дурак? Я говорю, конечно. Но не настолько, чтобы ты меня дурачил. Вот и все. То есть, они начинают тебе права качать. Что если они какие-то, вот теперь очень важно, липовые, а я это показываю, бумажки. Я еще понимаю, как я всем говорю. Если бы они платили золотом мне, был бы предмет. Почему? Потому что если мне платят золотом, то без обмана. Золото стоит, допустим, сегодня 1300 рублей за грамм. Знаете, да? Дороже. Нет. Оно так. Ну, где-то тысячи. Все равно, что я воспользуюсь этим золотом. Но это ты не оценишь. Все равно, что золото воспользуется, придется его бумажки. Я всем оговорю. Почему? Когда ты мне сдаешь золото, то оно всегда на любом рынке имеет свою цену. Почему на Руси рубли-то были? Потому что рубили по весу. А что рубили? Деньги рубили. Рубили. Рубль стоило 100 кг золота. Золото рубили? И оно весело. Стоило деньги. Стоили столько, сколько стоит сам металл. Сначала нам дурачили при коммунистах. Пассионисты дурачили, что у них там все это, так называемое, золотой запас. А под это дело они выпускают бумажки. Более-менее куда ни шли. Они еще писали на этих бумажках, что... Задай сюда. И нынешние уголовники уже не пишут, что оно обеспечено. Золото, ничем. То есть, что они мне предлагают? Они мне предлагают трамвайный билет. Трамвайный билет. И говорят, я вложил трамвайных билетов в кучку. А ты должен на меня работать. С первого, ты чем уже пьяный? Давай переходить на золото. Если ты мне платишь золотом, я тебе плачу умственным золотом. И мы сотрудничаем великолепно. Тогда я по договоренности, без обману, я проиграю, ты проиграешь. Он мне говорит, ну чего ты там, мысль какую-то дурацкую потеряешь, проиграешь. А я-то деньги. Я в каких деньги? Это липа. Это липа банка России. Вот где вся хитрость-то. А народ не соображает. Таблицу уможения не знает. Почему? Потому что сегодня любой человек тебе скажет, 2 умножь на 10-20. Любой. А это будет 1024. И вот тогда появляются олигархи. Тысяч 4 уже где? В карман положил. В карман положил. А с 20, которые ты считаешь как бы, на тебя еще налоги накручивают. О, как дядя дурят. А потом говорят, ну когда же мы попали в эту кабалу? Когда думать перестали. Начнем думать, все восстановится. Так, слушай. Термин «сеньораж» встречали? Как? Сеньораж. Нет. Как раз вопрос о деньгах зашел. Это у этих благодетеля называется разница между себестоимостью печатания купюры и ее номиналом. Называется «сеньораж». Это у них как бы легальный бизнес. Нет. Ну там же все очень просто. Это опять, как я всегда говорю, мне очень нравится фильм «Свадьба в Малиновке». Я всем этим… Папандополо, когда кресло попал. Да. Всем этим. Косоязычным. Шипящеязычным. Он говорит, когда там встретился, индивидуализация. Он говорит, а что это такое? А кто ее знает? Красивое слово. Красивое слово. Вот так и все академики. Придумывают какую-то дурь. И начинают нам красивое слово. Я всем говорю. Имидж. Имитации деятельности жлоба. Читайте. Никаких проблем. Никаких. Никаких проблем. Никаких. Читайте «Бизнес». «База интеллектуального зомбирования народов Евросистемы». Они нам говорят, что бизнес – это дело. Я бы хорошо. Глаголу «дела» какой? «Делать». А глаголу «дела» – «ду». «Делать». И где же в бизнесе «ду»? Вы что, ребята, совсем тупые? Вот так из нас дураков делают. Все бизнесом занимаются. Да, бизнес. Это база интеллектуального зомбирования народов Евросистемы. Вместо знаний вам втюривают искусственный интеллект в виде религии, теории, политики. Якщо можно запись ЭД помолчатый трошки. Господа, потише, ладно? Тут другой докладчик. «Нам подсовывают любое уголовное мероприятие, только чтобы нас оболвали». И вот в последний раз Совет Федерации этих национальных республик принял, что можно голосовать против всех. Это же уже было. И когда народ стал голосовать много против всех, его что сделали? Убрали. Бандюки. Убрали. А сегодня им любыми путями, они, смотрите, какое слово придумали, по-русски «незаконно» это называется. Ну все знают. Неконституционно, незаконно. Так нет же! Вместо этого надо ввести еще одно уголовное дело. «Нелегитимно», а потом переводить. «Нелегитимно» означает «незаконно». Вот ведь как и золоков-то делают. А человек – «О! Красивое слово!» А что это значит? Красивое слово! Красивое слово! Нелегитимно! Это же латынь. По-русски это незаконно, неправомерно. Значит, о чем мы говорим? Что по Конституции должно быть сколько? 50 плюс хотя бы один человек. Такого нет. У нас явки такой нет. А там еще половина из этой половины голосует. А у нас, оказывается, они властители. Какие вы властители? Шантропад! Кто вас поддерживает? Вот на Украине как раз это все и проявилось. А! Крайним образом. Нет, не крайним. Чтоб пришлось танки вводить и самолеты запускать. Нет. Они подумали, ведь в чем проблема? Они подумали, как сказал один кретин из крымско-татарской диаспоры. Его высказывание записано в этом в ютубе. Он мерзает до такой степени, что вот русские всегда были рабами. Татары всегда были бандитами. Особенно крымские, которые пытались поработить русский народ. Уголовники. Были все. А сегодня вы хотите жить на равных. И еще говорить, что мы у вас рабы. Вы кретины. Изначально. Уголовники из Европы. В первую очередь уничтожили коренное население русов и индейцев. Объявились американцами. Вы как были выдающиеся уголовники, так и остались по сегодняшний день. Сианисты, еврофашисты. Обама, это привет тебе от меня. С твоей нацией. А какая там нация, там скрот. Об этом я говорю, нация, а именно нация. Они нации. Аналы. А не нации, аналисты. Петики. Юрий Степанович, визу не дадут в Америку. Вы поймите. Вы можете выиграть только в каком суде-то? Если говорить о Российской Федерации не является государством, и в Конституции прорусских там вообще ничего написано. Мы же поэтому и говорим, что мы русы. Поэтому мы не можем быть петиками по определению. А они все аналисты. Им загнули уже, что национальный. Возьмите перевод. Что такое нация, знаете? Вот вы выиграете, что такое нация, знаете? Тучного пределения нет. Как это нету? Загляните в советский энциклопедический словарь. Я советский не читаю. А, так вот, там написано. Нации. Итальянская. Означает по-русски род. Вот в чем все дело. И когда тебе вместо рода впендюрили, что нация аналист, ну кто виноват? И многие дураки кричат, что они националисты. Аналит – педик. Чего вам еще надо? Родовой – педик. Не хотите больше? Вот где сидит. И когда люди не понимают, кто они. Потом говорят, как же это все случилось? Возьмите, я и всем говорю, возьмите советский энциклопедический словарь Прохорова. Там прекрасно написаны все эти еврофашистские термины. Как их по-русски надо читать. А педик – это чье слово? Педик – чье слово? Ну, никто же не заметил, что у нас детских врачей нету. Педиатры. У нас нет преподавателей. Педагоги. 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 Не я придумал. Понимаете? Педагоги. Все знают слово «белось» и «беда». Я полагаю, что не надо здесь быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какой кретинин ввели в нашей стране. Когда люди не знают, как защититься. Учитесь говорить по-русски. Изучайте все русские слова. Они говорят только по-природному. На руси никогда не было прилагательных, как сионистов ввели. На русском говорили «женщина – руска». «Украинка», «немка», «полька» – эти кортовоязычные ввели «русская». Они же все русские, евреи. Ни одного советского еврея нет. Ни одного российского еврея нет. Все почему-то русские. Вот где проблема сидит. И в конце концов мы оказались у них в гостях на своей земле. Как говорил Соловьев, журналист. Ну конечно. Говорит, не забывайтесь, русские, что вы здесь у нас в гостях. И ведите себя прилично. Он имел в виду, я полагаю, достаточно скромный человек. Очень, да. Он имел в виду территорию телевизведения и передачу под названием «Еврошоу». Вот он об этом говорил, что вы у меня в гостях. Вопрос сейчас задали? Да. Как вы относитесь к славянам и арийским ведамам? Я к славянам и арийским ведамам отношусь положительно. Так же, как и ко всему русскому и ко всему ведическому. Есть очень много моментов спорных. Вот мне присылали, например, хорейскую математику. Тогда мне говорят, что это русское ведическое вранье. Я объясню вам почему. А сколько мы с вами главной задачей своей говорим о здравомыслии. Вот простой вам пример. Вы взяли лопату и один раз копнули штыком. Итак, какое вы действие совершили? Один. Вы совершили целую систему. Вы взяли лопату, надавили на штык, который зашел в глубину. Вы вывернули эту часть земли и положили рядом. Смотрите, сколько вы действие совершили. Теперь вы получили какой результат? Ямку. Один и тот же. Да. Если вы делаете три таких, значит, вы три таких кучки и три ямки положите. То есть вы получили одно и то же. Что предлагает хорейская математика? Два умножить на три. Они утверждают, что это так. Но если я буду говорить на, то это два плюс два. Если я буду говорить жды, два жды три. Понятно. Это уже будет два умножить два умножить два. Если я буду говорить два ю, то это уже будет два в третьей степени. Что еще хочу сказать? Начинают они с шаров. Один шар. Три шара. Потом они начинают и получают пирамиду. В математике. Начинают с жуков. Начинают с палочек. А потом раз и все предметы ищут. И что они считают? Цифры. Цифры. Вот в чем проблема всех математик. Таким образом, действие одно и то же. А результаты. И у них уже здесь получается не восемь, а сколько? Нельзя. Девести. По-моему, даже двадцать четыре. Я точно не помню. Но так. Скажите, пожалуйста, мы произвели одно и то же действие. А как мог быть разный результат? Запутывание. О! И поэтому, когда люди, они мне начинают говорить, ну ты ничего не понимаешь, это объемно. Я говорю, да принял. Объемно. Принял. Но как разный результат получился? Действие одно, а результаты... Результаты разные. И в объеме. Как это там? Называй, как действуешь, так и называй. Тогда не пишите, что у вас эта математика-то. Тогда пишите, что если я взял лопату сосковую, получил одну горочку. Если я взял лопату... Штыковую. Штыковую. Вторую. А если я взял лопату сачковую? Сачковую. Сачковую. То, оказывается, я ничего и не вырал. Сачковую лопату, она без штыка. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о словах, именно они дают нам действие. Если действие одни и то же, ну не может быть разных результатов. Ну ты ехал на велосипеде, ты там приехал, а там уже прилетел, а там прискакал. Совершенно верно. На велосипеде. Вот тогда я бы вас подпонял. Но когда там вводится вот такая ложь... Зачем это сделать? Запудрить? Конечно. И вот говорят, что это сверхние русские веды. Я говорю, не надо. Да, да. Там уже поковырялись кордавы язычные. Юрий Степанович, а пирамиды как там у них возникают? Пирамида, она возникает очень просто. Если мы кладем. Раз, два, три. Раз. Не, у них они как возникают. Вот так. Вот таким образом они потом уже считают не количество шаров, а пирамиду объема. То есть от шаров уходят и говорят, объем пирамид стал. Какая же это пирамид? Тетрайдер. И так далее. Понимаете? То есть, когда вам подменяют слова, тогда вы и думайте. А мне кажется, знаете, как происходит? Вот у нас есть в обиходе уже какие-то слова. Термины, под которыми у нас, допустим, как у детей, неизвестны. И они берут те слова, которые уже есть, и привязывают к этим словам совершенно другой образ. Не тот, который был изначально искорен. Какая прелесть? Я это и называю за первым. Так вот. И вот эта вот система, где наш, да и ю. Она может быть имелась всегда таким образом, что когда идет вычисление математическое, линейное, может быть оно на. Когда плоскостное, возможно, что это жды. А когда объемное, тогда это жды. Золотой ты мой. Так результат же. Я же об этом всем и говорил. Если мы говорим, суммировать график линия, умножать график параболы. А когда мы говорим, что это возведение в степень оказывается, они тождественные. Вот где хитрость-то сидит. По определению, возведение в степень – это действие умножения. Вот тут и вся проблема. Врать-то надо уметь. На этой интересной мысли мы заканчиваем. Время уже пять минут десятого, а мы до девяти. Уже лишних пять хвилыночек мы попрацевали. Так, бабка, аплодируем. Аплодируем. Вот так вот. Снижка, Снижка, Юрий Степанович. Как же, Слеслим, Слеслим, Михалик. Верхучка пирамиды. Тетрайна. Да, Тетрайна. Которым засунешь. А у кого карточки-то получается? Козлы. Козлы. Не забывайте. Козлы. Козлы. И еще у жеребца. Разумеется? Вот. И вот, соберите вот из этих. Как они могут собраться? А потом добавьте. Ну, попытайтесь. Зачем? Все указано. Какова цель? Здесь одно в трех. Три в одном. Три в одном. Новое мировоззрение совершенно. И вот попытайтесь вы. Ты не знаешь такого трения «три в одном»? Знаю я. Знаешь? Как? Не надо меня там показывать. Где? Я вам показываю вот конкретно. И попробуйте. 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 Кто? Кто желает? Кто желает? Поставьте на кончик. Да, слушайте. Не надо куда ставить никуда. Здесь понятие фракталов. Она из маленького. Собирается целый. И все до конца. И мы даже знаем этого человека. Вот. Где вы шар увидите? Цветок растет. А розы? Шипы? Где вы его увидите? А кто это вообще? А кто? Я увижу, когда они начинают в цветках. Я слесарь. Все начинаются шаром. Инструментальщик. Это слесарь-механик. Кто? Я слесарь-механику даю задание. Собрать. Вот попытаться собрать. Еще раз. Еще раз. И не буду даже пытаться. Правильно. Потому что. Потому что. Все остальное рушится. Вы уже сегодня сколько оскорбили вообще. И рабочий вас оскорбили. И интеллектуальный. И чем же я его оскорбил? И все вы. Вот я рабочий тоже был. Так. И чем я вас оскорбил? Ну я не дорос до цента. Нет. Скажите. Чем я вас оскорбил? А потому что. Извините. Рабочий. Не станет так утверждать. Когда вот видите. Я вот даю вам. Собрать. Попытайтесь собрать. Я буду собрать. А потому что не соберете. Вы понимаете это? Ну вот. Тогда зачем? Если нельзя собрать. Зачем вы собираетесь? Ну а как же так? Помыгался хотя бы. А вы хотите над нами посмеяться. Если это невозможно собрать. А вы хотите над нами посмеяться. Поскольку это невозможно собрать. Нет. Я вас любого приглашаю. Какую вы преследуете цель? Какова цель? Возвращение. Вы можете собрать? Вы можете собрать? Да. Покажите. 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 Вот одна пирамида. Правая. Кто хочет. Так. Вторая пирамида. Левая. А вот. Мы сейчас и смотрим. Вот поставь. Да. Если я сумел определить. И вы так сможете определить. Вот мы поставим вот так вот. Чтобы было яснее. На единицу поставили. Да. Мы видим. Сколько мы видим? Кто рядом? Ну каким-то находим местом. Три. И здесь. Один. Два. Три. Это. Один. Два. Три. Да. Под часовой стрелкой. И против часовой стрелки. Так. Зеркально видим. Да. Вот когда в зеркало приглашает. Вот. Обернуться так. И вот мы зеркально поставим. Правую и левую. Так. И вот будем смотреть. Где бы мы не видели. То мы видим все равно. Один. Два. Три. Можем определить что это. Правое. Превращение. А здесь. Один. Два. Три. В левую. Возвращаются. Вот. И вернем так. Они собираются. Четыре. Когда он говорит. Гелия. Гелия. Четыре. Вот он как раз и рассуждает об этом. Четыре. 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 И все. А вся структура. Ячейская. Хотим мы не хотим. А. Если два левых. Не собираются. Два права. Не собираются. И когда. О живой клетке. Самое интересное. Говорили. О живой клетке. Здесь такой процесс. Можно. Вот так же. Как я написал. Посмотри. Вот. Собираются. Правая. Левая. Так. Вот они. Они закрываются так. И так закрываются. Все одинаково. Так. И берем еще. К правой только может быть. К левой правой. Вот мы двойку. Двойкой закроем. Вот это. Тройка. Так. Все. Все. Ну. И. Клевый. Клевый. Мы тоже можем. Поставить. Почему так. Почему. Два слова. Разных. Абсолютно. Вот. И когда живая клетка. Начинается. Как говорится. Делиться. Она. Себя подобие создает. Правая с левой. И вот она. Распадается. Пожалуйста. И снова. И снова. Пока. Внутри не создает. Нет. 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 Вы смотрели. Это не просто奇 cämän. Но самое простое мнение. Внутри. Есть. Внутри. Отличается. И принципиально. Друг от друга. Очень важно. Видеть. А смотри, первая буква, С, Слово, соответственно, видеть, это то, что мы видим глазами, а смотри, это то, что мы закрываем глаза, и мы представляем себе какую-то коридору. Смотри, СМ, Слово, мысли, то есть по буквице, Слово, мысли, а видеть, это ведать истину. Когда мы говорим о словах, которые мы произносим слогами, звуками и так далее, это значит, что мы создаем образ в голове. Если мы будем говорить цифры, образа не создаем. Вот принципиальная разница от того, к чему нас ведут цифровые телевизоры, цифровые камеры, они ничего не делают, Они, по-первых, сами абстрактны, числа абстрактны, но если мы только говорим, что цифра, символ, количество предметов, тогда она только имеет три лошади. Значит, смотреть какое-то неправильное, или смотреть или видеть что-то неправильное. Ну вот смотри, есть ли третья и советская буквица, она 49 лошадиная. Подождите, она тоже не нужна, но все равно святая. Не снимай меня, ё-моё. Девятер школы собрался на больнице, на воду, в Ярославль. Давай, прямо в продолжение, давай, окончание. Так, что такое смысл жизни? Хочу зачитать. Ярославль издал вопрос, я сформулировал его. Послушайте. За много лет, за несколько лет своей научной деятельности я его сформировал. Значит, смысл жизни заключается в следующем. В мыслях задать себе путь своего развития, достижения, цели. В момент постановки цели мысленно человек предполагает, какие эмоции он испытает в момент достижения цели. Далее человек живет, и человеком движет эта цель. В тот момент, когда человек достиг цели и испытал череду эмоций и ощущений, человек ставит себе новую цель для получения новых эмоций. И резюме. Смысл жизни в получении сознанием человека разнокачественных эмоций, наполняющих сознание опытом разнокачественной жизни, для последующего развития своего самосознания. И вот это смысл жизни. В моём понимании. Ну как? Ну, можно было попроще сломать. А попроще никак, проще никак. Я пытался укоротить, но козапятые убираются. Да, да, тут лишнего. Всё вот как есть. Да? Всё, СОП, снято, дорогие друзья. Это 18 апреля 2014 года. СОП, снято, дорогие друзья. Да. Собираться. СОП, снято. Да.